Какие ассоциации у вас возникают, когда вы смотрите на это лицо? Святая простота, хитрый жук, мемный дурачок, усатый таракан. Отчасти каждое из этих описаний подходит под захватившего власть в Беларуси малограмотного колхозника, не бывавшего особо за границей и не видевшего нормальные жизни в цивилизованных странах. Выросший в нищете, на утопических совковых идеалах, он просто не мог не начать компенсировать свои детские комплексы за счет положения во власти. Я вырос, ну не в нищете, но в бедности страшно. Роскошная жизнь, контроль над абсолютно всеми сферами в Беларуси, несколько самолетов и вертолетов, целая коллекция раритетных авто на миллионы евро, дорогущие рояли, золотые пистолеты и прочие безделушки для сына Коли, тысячи охранников, персональный гарем из молодых эскортниц и миленький небольшой колхозик, разведенный на огромном участке одной из двух десятков резиденций. Захожу на свою фермушку, прибились три котенка. Ну, молока дал, прожились. Ни одной мыши. Ищи не найдем. Ну, у меня там их сейчас 11 коров, по-моему. Но вчера, позавчера зашел на ферму, у меня там козочек. Самое лучшее молоко, чтобы ты знал, у меня на ферме. Если смотреть его последнее высказывание, создается впечатление, что человек просто сошел с ума. То ли от жары, то ли просто что-то ударило в голову. Но то, что он несет, уже даже не столько смешно, сколько должно оцениваться серьезными специалистами в халатах. Идет переформатирование мира. Америка исчезнет из радаров. Шавки в виде поляков, ну это ж подручные Америки, заявили о том, что Евросоюз надо распустить и евро быть не должны. Шольц это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет политики. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтует. Вот и все. Помните, Макрон перед журналистами пиарился, что он там типа сказал Путину и так далее. Это пацанье, понимаете, мелкота. Он поздравляет украинцев с Днем независимости и делает вид, что совершенно независим от Путина. А на следующий день вновь предоставляет оккупантам аэродромы и пугает соседей ядерным оружием. И в этом весь Лукашенко, который долгие годы пытался усидеть на двух стульях. Там, где надо, успешно прикидываясь дурачком. Тогда он хорошо устроился. Если пропустили наш фильм, об этом обязательно посмотрите. Там уже почти 3 миллиона просмотров. Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией, Китаем, устойчивое взаимодействие с Европейским Союзом. Вот сравните высказывания этого человека тогда и этого человека сегодня. Если кратко, то Западу Селюк продавал идею надежной защиты границ Европы от пагубного влияния России. А параллельно с этим на коленях у Путина выпрашивал новые кредиты и привилегии, всем своим атеизмом клявшись, что в Европу не пойдет. Ну а к собственному электорату втюхивал идею честного, мудрого и независимого руководителя. Уважаемый Александр Ильбович, мы, люди труда, привыкли жить на земле, заботиться об урожае, чтобы накормить свою семью и весь наш народ. Труд нелегкий, но он важен. В последнее время и события это особенно доказало. Спасибо, что поверили в нас. Мы чувствуем поддержку со стороны государства, СМИ и простого народа. Для нас это важно и ответственно. Приятно, когда в центре внимания человек труда. Мы готовы трудиться во благо народа и страны и дальше. Заверяем вас, мы вас не подведем. Вы знаете, я вот второй раз хочу вам сказать спасибо. Вот только на самом деле за 28 лет своего бесславного правления диктатор построил преступную бизнес-империю, основой которой является тотальная коррупция. Эксперты, политологи и аналитики уже даже не могут сказать однозначно, что это. Феодализм, ОПГ или мафиозное государство. Так или иначе, Лукашенко окружил себя горсткой самых надежных преступников, выстроил четкую систему набивания их и своих карманов с помощью кошельков. А весь народ взял в заложники, как из рабов, выжимая из него все соки. Смотри, чтобы у нас за спиной было 2-3 человека, чтобы не стыдно было. Потом пойдешь на пенсию, руки сложишь, а придешь, сердце болит. Будет болеть. Поэтому должны быть очень крепкие, профессиональные ребята, понимающие. Но все мифы о нем, как о сильном лидере, уже давно разбиты дубинками и уничтожены выстрелами из стабильных пистолетов, когда еще в конце 90-х зачищалась вся политическая оппозиция. В последнее время в центре белорусской столицы часто можно увидеть небольшую группу женщин с фотографиями мужчин. На фотографиях без вести пропавшие известные в Белоруссии люди. Вот фотография Димы. Это бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. А рядом фотография председателя Центральной избирательной комиссии Виктора Кинчара и его друга. А вот в его образ крепкого хозяйственника и антикоррупционера, победившего преступности несуществующих олигархов, до сих пор некоторые охотно верят. Что же, настало время рассказать о самых серых схемах и грязных делах. Прямо сейчас. Не ждали? Он тоже не ждал и думал, что о его грязных делах все забыли. Ну кто поверит, что президент может быть неворюгой? Кто во власти, тот и вор. Такое мнение бытует в народе. Притворяющийся всего лишь сидящим на двух стулех добрячком. Я сейчас приеду картошку. Можно картошку? Да, пойдемте. Лукашенко продолжает нагло наживаться на своих преступных схемах. Не просто загоняя народ в ловушку бедности, но и бесцеремонно разворовывая национальное богатство страны. Если мы, вот эти вот богатые люди, чуть-чуть от себя тремя пальцами по-белорусски отщипнет, как в народе говорят. Как, с кем и на чем пособник агрессора построил свою преступную империю? Нам бы побольше денег. И единственный недостаток – это недостаток денежных средств. Было бы больше денег. Кто в окружении диктатора неприкасаемый и непотопляемый, а кого в любой момент могут отдать на съедение? На колени. И сколько в Беларуси нужно заплатить, чтобы выйти из тюрьмы? Не заплатить деньги – будет сидеть в тюрьме. Самый крупный олигарх на постсоветском пространстве. Вот считают, что Беларусь – это его кусок, он его ест во всех смыслах. Он даже разросся, он разжирел, он не может насытиться. Он просто должен сожрать всю Беларусь, сожрать всех друзей, врагов. Все, что есть в этой стране, он должен уничтожить и сожрать. Он пытается потом разрастаться, когда он лопнет. Это у тебя что, кликуха или позывной? Не, стараюсь быть всегда первым. Ха, молодец. Через какие офшоры и континенты диктатор выводит деньги? И Африка? Африка никуда не уходит от себя. Как благодарить своих кошельков и что уж точно хотел бы скрыть от посторонних глаз? Опусти телефон! Забудьте о перепродаже российской нефти или экспорте калийных удобрений. Современные проблемы требуют современных решений. Лес наш ресурс. Давайте на свои ресурсы опираться. Откуда берется оружие на миллиарды долларов в миролюбивой стране? И как у людей, которые платят 700 долларов налогов в год в собственности более 10 объектов недвижимости? Вот эти схемы начали становиться все более и более наглыми в 2000, с 2018 года. Чем объяснить такое количество табачных киосков в типа спортивной стране? У населения необходимо сформировать навыки культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Ну, не совсем, конечно. И сколько стоит один прицеп с контрабандой? Ну, слишком нагло. Это табачка, понятно. Что из этого доходит до народа? Вот. Развалины предприятия, деревни, медицина, образование и все сферы. Уничтожено будущее белорусов. Почему Лукашенко все время мало? И почему он не может просто остановиться? Чем опасны подковерные игры с диктатором? Мы его просто съели, потому что он перестал быть с кошельком и не нашел на что еще сесть такое. И какой исторической ошибки нам нельзя допустить? Мы позволим этому садисту, убийце, патологическому вруну получить еще одно что-то. Обо всем по порядку. Самые серые схемы Лукашенко. И все о тех, кто хотел остаться в тени. Очевидно, и то, о чем даже не подозревали. С документами и по фактам. Золотое дно 3. Позорный финал Лукашенко. Прямо сейчас на канале Нехта. И если у тебя получилось, и ты что-то имеешь, поделись. Господь тебе воздаст сполна потом. Не будем вдаваться уж в слишком глубокую конспирологию в духе слухов о том, что Лукашенко будто бы является ставленником ОПГ физкультурников из Москвы. Именно они, мол, на самом деле помогли ему взобраться на трон домыслов и досужих разуждений о том, как он на самом деле попал во власть, а главное, за счет чего или кого сумел там удержаться, огромное множество. Урочисто клянусь служить народу Республики Беларусь, выконовать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выконовать ускладенные на меня высокие обовязки. Поэтому мы пройдемся лишь по подтвержденным фактам о том, что человек не понаслышке знаком с коррупцией, говорит деятельность Лукашенко до избрания его президента. Он возглавлял парламентскую антикоррупционную комиссию. Популизм, демагогия, клевета и просто откровенная ложь в прямом эфире помогли будущему диктатору завоевать львиную долю электората. Тогда интернета в Беларуси еще особо не было, и проверить информацию о том, что председатель Верховного Совета Шушкевич якобы украл зачем-то ящик гвоздей, было просто невозможно. Главное для колхозного крикуна – это действовать уверенно, угрожать, что у него есть какие-то документы, и, собственно, кричать. Вы говорите Станиславу Станиславовичу, что не надо искать виновных. Надо, Станислав Станиславович, чтобы этого больше не повторилось, чтобы каждый знал наперед, что если только он посмеет поднять не то, что кулак, как Давлюд говорил, а только палец, он будет немедленно отрублен. И только во имя будущего, во имя наших с вами малых деток мы это должны сделать. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Ну, я не знал, что Кебич, в общем-то, он хотел избраться президентом, и были всех на маня его избраться. Но он столько навыдумывал компромата на меня, что приличный человек это не огласит. Он это дал, так сказать, Лукашенко, и он там огласил. Я вышел всяточником, значит, ну, стержателем, черт его знает кем, это публично на республику. Я такого, я ожидал все, что угодно, но такого не ожидал, чтобы человек мог так лгать. Это кто бы плюснул? Кебич? Это Кебич дал такой материал, сформировал такой материал Лукашенко, он бы сам не объявил, потому что это позор был бы. А тот, пожалуйста. Через вопрос будет решен. О доверии председателю Верховного Совета. А после избрания Лукашенко президентом, один за одним начали всплывать факты о коррупции уже в его окружении. Соратники будущего бывшего банально начали красть, пытаясь хапнуть напоследок, словно последний день живут. В том, что малограмотный колхозник сможет продержаться у власти хотя бы пару лет, были уверены немногие. Доказательства в разгромном докладе были неоспоримыми. Лукашенко запретил печатать его в газетах, а сам впервые публично расплакался прямо на глазах у парламентариев. Это были последние его настоящие слезы. Позже лишь крокодиловы, когда во всех неудачах и преступлениях обвиняются исключительно стрелочники. Интересно, что все то, о чем говорил и что обещал Лукашенко, по сути, сбылось и было выполнено. Просто наоборот. В своей первой предвыборной гонке он критиковал коммунистов, обещал побороть коррупцию, разгромить мафиозные структуры, остановить рост цены и обнищание населения, а также сделать прессу свободной. В итоге совковые принципы угробили экономику и все свободы, в стране ввели повсеместную цензуру, цены обогнали загнивающую Польшу, а коррупция и государственный бандитизм приобрели такие масштабы, что речь стала идти об украденных процентах ВВП. В 90-е годы многие предприниматели сталкивались с ракетирами, которые требовали платить дань за защиту от других бандитов и покровительства. Но в Беларуси с ними оперативно разобрались. И состоявшийся полковник российской армии быстро понял, что этим нехитрым делом выгодно промышлять самому и в гораздо больших масштабах. К упомянутому Шейману мы еще вернемся. Ходить с пистолетом рядом с Лукашенко он будет на протяжении всей своей карьеры. Это главный и самый надежный для диктатора серый кардинал. Надо понимать, что в системе приближенной к власти дружбы нет и какого-то монолита нет. Есть временные, конъюнктурные, абсолютно разные между собой интересы. Сегодня мы дружим против Васи с Пети, завтра против Пети с Васей. Потому что так выгодно, так кажется, что мы попытаемся угадать настроение товарища. И он наградит нас дополнительными плюшками. Но опять за исключением семьи, за исключением ближайшего круга лиц, которых осталось не так уж много. На самом деле, даже по состоянию здоровья, по возрасту, с теми, с кем он пришел в середине 90-х, можно посмотреть, кто находится на этих должностях, которые называются высшие должностные лица в Беларуси. Это, в общем-то, как раз вот те люди, которые с ним с 90-х. И, в общем-то, их он так или иначе не сильно трогал, скорее наоборот, помогал всю жизнь. И все остальные – это временщики, которые сегодня на коне, а завтра можно уехать очень легко в СИЗО. Одними из первых, за кого взялся будущий диктатор, были честно зарабатывающие предприниматели. Как он их только не называл – и пиявками на теле государства, и вшивыми блохами, которых надо стряхнуть, и паразитирующим наростом, который нужно вырезать каленым железом. Буквально сразу же после победы на выборах Лукашенко обещал уже совсем скоро пожать руку последнему предпринимателю в стране. Почему? Да, потому что они всегда были самодостаточными, свободными и независимыми от государства. Ими нельзя было управлять, их нельзя было легально подчинить себе или обокрасть. Лукашенко всегда ненавидел нас, предпринимателей, частников. Ненавидел и боялся, потому что мы могли своими силами, умом, работоспособностью обеспечить свои семьи без помощи государства. Поэтому частный бизнес эту власть раздражал и раздражает. Нас, предпринимателей, унижали, дурили, пугали и на поводке коротком держали. А мы продолжаем работать. Первые раскулачивания не заставили себя долго ждать. Лукашенко начал совмещать для себя приятное с полезным. Вместе подчинение. В 90-е годы самой крупной частной компанией в Беларуси был многопрофильный холдинг Пуши Александра Пупейко. Бизнесмену за короткий срок удалось создать огромную бизнес-империю, в которую входили крупнейшие импортеры автомобилей, бытовой электроники, банки, страховая компания, сеть магазинов и многое другое. На пике своего развития налоги холдинга обеспечивали 13% доходов госбюджета. И бизнес продолжал успешно развиваться. Контракты с Филлипс и Верпул, планы по запуску завода Шкода под Минском и тысячи новых рабочих мест. Но вдруг в дело включается Лукашенко, который напоминает бизнесмену, что тот отказался финансировать его предвыборную компанию. Что было дальше, догадаться не сложно. Но забегая вперед, уточним, ни Шкоды, ни кучи других крутых и перспективных проектов в Беларуси так и не появилось. Он не способен построить ничего конструктивного, ничего стоящего. Он все, что делал последние 20-30 лет, он разрушал чужую инициативу, которая, как травинка или цветок, пробивалась сквозь асфальт. Чтобы люди жили хорошо, чтобы экономика развивалась и предприятия богатели, нужно отдавать инициативу. Нужно разрешать людям делать то, что они считают нужным. Не надо назначать сверху чиновников, увольнять их, запугивать. Это не работает. Только свободолюбивый, самодостаточный, уверенный в себе народ способен выстраивать экономику. Чтобы она строилась снизу-вверх, а не сверху-вниз, как это умеет Лукашенко. Но Лукашенко понимает, если он отдаст инициативу людям в руки, людям в Жабинке, в Орше, в Гродне, то он просто потеряет власть. Потому что такие люди, люди, которые нормально зарабатывают, нормально живут, путешествуют по миру, они никогда за такого колхозника голосовать не будут. Логика новоявленного председятела Беларуси была проста. Если крупный бизнес не хочет подчиниться и стать на колени, значит его нужно попросту уничтожить. Даже если это будет в ущерб экономике страны. Диктатор хотел, чтобы бизнесмен вернул ему долги, взятые еще у прошлого правительства, но также доплатил 210 набежавших процентов. Однако даже бизнес-гиганту сделать это было не по силу. В итоге Пупьейка, как когда-то бросивший открытый вызов Путину Ходорковский, не просто остался ни с чем, но и получил в плечи уголовку. А его собственность перешла в созданный общак, так называемое управление делами президента. На империи Пуше, как и будущем бизнеса в Беларуси, можно было смело ставить жирный крест. Лукашенко ликовал и праздновал победу. Все? Да. А я когда начинал 15 лет назад заниматься журналистикой, я писал очень много о гомельской мафии, под разными псевдонимами, конечно. И много занимался этим вопросом. И после тоже пытался к этой теме возвращаться. И я скажу, просто закину тезу для тех, кто помнит. Вот в 98-м году исчезает Щавлик, смотрящий по Минску. Лукашенко множество раз хвалился этим. Можно найти и текстовые версии, и видео-версии, как он задает вопрос. Ну, был такой авторитет Щавлик. И где он? Да, как бы признается, расписывается в этом исчезновении и убийстве прекрасный президент Лукашенко. Но гомельская мафия, как целый набор группировок, существовала прекрасно до 2005 года. То есть, еще 7 лет. В 98-м, 99-м Лукашенко проводит зачистку лидеров мафиозных почти во всех регионах. Но в гомеле мафия процветает. И люди, которые занимались в те годы криминалом, различные мои источники, говорили мне на протяжении многих лет, и в том числе совсем недавно, о том, что самые высокие авторитеты в этой группировке одним звонком решали все свои проблемы в эти годы. Кроме того, мне говорили о том, что Лукашенко сначала недооценивал мафию. Он просто не понимал, какие деньги крутятся в этих структурах. И когда он узнал, какие финансы проходят через гомельскую мафию, он сразу же заинтересовался этим делом. И мне прозрачно намекали на то, что наверху получали свою долю все. Именно поэтому 7 лет гомельская мафия существовала. И не пуша единым. В 90-е начинающий диктатор методично зачистил всех, кто отказался ему отстегивать или подчиняться. Из-за репрессии страну покинул первый долларовый миллионер Владимир Эфрон, первый банкир Брюкер, золотодобытчик Волк, десятки и сотни инвесторов, банкиров и предпринимателей из разных сфер. От автодилеров и фармацевтов до владельцев футбольных клубов и акционеров крупнейших предприятий. Сманцеры, калийные удобрения, Хвостовичи, футбольная Динамо, Мазепины и Белнафта, Осровский и Дия, Колосовский и Белмет. Постепенно все фирмы или уходили под влияние и контроль государства, читай Лукашенко, или просто исчезали. Все фамилии и сферы деятельности, выжатых из страны не патриотов, можно перечислять несколько часов. А нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую, если заработали много, много помогите. Поэтому, уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать, как авторитарный руководитель или, как вы хотите, диктатор, я буду от вас требовать этого. Но если ты богатым стал, ну и инвестируй в государство, ну и инвестируй в спорт. Вот он инициативный человек, он сопляк, в 30 лет стал миллиардером. Он что, заработал это? Так вот, я говорю, непопулярно, чтобы вы знали, мы вас будем вырезать каленым железом. Всяких ИПшников приведем чувства. Чувства приведем, не буду называть компанию мою, просто сейчас вырезаем. Торговая. Около 200 предприятий, вот этих вот бизнесменов, закрылись в знак солидарности. Я предупредил комитет госконтроля, закрылись, не мы же закрывали. И чтобы ни одно не открылось. Будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут. С теми деньгами, которые наворовали. Пусть лучше уедут, потому что они перевернут страну. Лукашенко никогда не задумывался, почему все самые успешные бизнесы и люди рано или поздно начинают выступать против него. И просто продолжал бороться со следствием, а не причиной, планомерно отжимая все, что еще хоть как-то подавало признаки свободной жизни. Алгоритм взаимоотношений бизнеса и государства в Лукашинской Беларуси прост до глубины колхозной души. Как только бизнес начинает развиваться, приносить прибыль и думать о расширении, его владельцы сразу же начинают стричь. Причем как в переносном значении, так и в прямом, когда дело доходит до тюрьмы. Это классический для Беларуси способ устрашения и устранения неукодных, которые не успели или не захотели уезжать из страны. Классический пример влиятельен в 90-х бизнесмен Александр Сманцер, на которого завели уголовное дело, якобы за махинации, связанные с выдачей кредитов белорусскому металлургическому заводу. После отбытия срока он переехал в Украину и к прежним масштабам бизнеса вернуться уже не смог. А строительному бизнесмену Андрею Климову дали 6 лет лишения свободы за якобы хищение, подлоги и выманивание кредитов. Вот только до того, как он пошел против Лукашенко, никаких проверок и нарушений не было. Два года строгого режима тогда получил даже 74-летний руководитель образцового колхоза «Рассвет» Василий Старовойтов за то, что осмелился покритиковать царька. Арестовал Лукашенко и первого премьер-министра Михаила Чигиря, который перед этим поддержал оппозицию. Но все обвинения экономические, якобы политика тут ни при чем. Угодила за решетку и слишком уж умная голова Национального банка Винникова. Она отказалась направлять средства на сделку по чеканке золотых монет, которая тогда казалась сомнительной. Я бы сказал, что если у тебя оборотка будет где-то в районе 100-150 тысяч долларов, то к тебе сейчас гарантированно придут. Ну, по году. И что скажут? Скажут, что делиться надо. Но делиться можно разными способами. От штрафов до добровольных пожертвований. В том числе, допустим, на спортивную отрасль. Динамоминск немножко проспонсировать, либо местное мероприятие. Причем, просто уровень приходящих, он тоже отличается от каких-то местных товарищей, которым нужно помочь асфальт положить перед исполком, либо устроить праздник хлеборобов не за государственный счет, потому что ресурсы ограничены, а такие мероприятия регулярно требуют проводить. То есть, естественно, источником там является какой-то местный, в том числе, как бы мелкий бизнес. Но чем больше у тебя оборот, если ты, условно говоря, опять-таки не находишься в этом офшоре, который является парком высоких технологий, то к тебе гарантированно придут и предложат какие-нибудь интересные условия сотрудничества, от которых практически невозможно отказаться, не оставив просто бизнес, не уехав из страны. Классическая схема. Сначала поделиться деньгами с государством, точнее с Лукашенко, не путайте. Предлагают на добровольной основе, а в случае отказа в дело вступает ювелирно-отточенный репрессивный механизм. Бизнес убивают отсечением от госзаказов, бесконечными проверками, поборами и штрафами. В суд обращаться бесполезно. Белорусская эфемида слепа только по отношению к Лукашенко и его подельникам. Да, выйдите в суд, я уже суду все сказал, да? А на место зачищенных неугодных диктатор всегда оставил своих прикормленных попроще. Я много лет проработала в школе. Вот что я хочу сказать. У нас самый лучший в мире президент. Это Лукашенко Александр Григорьевич. У нас в Белоруссии чистенько. У нас в Белоруссии достойные зарплаты. У нас в Белоруссии достойные пенсии. У нас бесплатное образование. У нас бесплатная медицина. Мы быстрее всех в мире победили ковид. У нас все предприятия государственные. У нас все принадлежит государству. И поэтому люди у нас имеют достойную работу и достойную зарплату. Александр Григорьевич посадил всех жуликов, посадил всех воров. У нас нет олигархов. У нас все равны. И те, кто хочет работать, они работают. Они работают и зарабатывают и получают достойные зарплаты. Наши дети воспитываются на патриотизме. На том, что нужно любить свою родину. Нужно любить своего президента. Потому что наш президент самый лучший президент в мире. В современной Белоруссии действительно нет олигарха в привычном значении этого слова. Ведь олигарх это представитель крупного бизнеса, который имеет влияние на политику и СМИ. В Белоруссии есть только один олигарх Лукашенко, который контролирует все вокруг. А все прикорытные бизнесмены не имеют на него никакого влияния. И в любой момент могут попасть в опалу, сесть в тюрьму и остаться ни с чем. Придворный белорусский бизнес это подданные диктаторы, которые под его покровительством с помощью коррупционных схем осуществляют незаконное обогащение, разворовывают все, что можно и делятся заработанным с царем. Это просто финансовая обслуга, которая полностью зависит от расположения узурпатора. На каждого из них в КГБ имеется увесистая папочка с компроматом, которая не позволит бизнесменам уже никогда сорваться с крючка. Ведь стоит только чуть-чуть свернуть с протоптанной в никуда дорожки, потерять лояльность или попытаться обмануть, как ты сразу же отправишься за решетку. И начнем с вопросов экономической безопасности. Председатель КГБ Валерий Вакульщик рассказал журналистам подробности задержания одного из самых влиятельных белорусских бизнесменов. По информации КГБ, Юрий Чиш выводил деньги из Беларуси посредством российской фиктивной коммерческой структуры. Не делайте этого! Сядете в тюрьму ни за что! На ровном месте! Вы считаете, если они это не сделают, сядьте в тюрьму, да вот прямо! Яркий, наверное, пример – это Юрий Чиш, который создал, которому позволили создать или помогли создать первую серьезную бизнес-империю в Беларуси. Многопрофильную абсолютно опять-таки. Там была и стройка, там была нефтянка, там была пищевая промышленность, минеральные ресурсы. Все это было, и все это, по сути дела, в одночасье рухнуло. Как будто бы не было бизнес-империи. Просто взяли, поделили между другими новыми временными фаворитами. Есть такой миф о царе Медасе, который все, к чему прикасался, превращал в золото. Так вот, белорусский колхозный царь Медас наоборот. Нет еще ни одного примера, что стало работать более успешно или эффективно, после того, как к этому прикоснулся Лукашенко. О-о-о! Должен вам сообщить про неприятнейшую вещь. Государственные предприятия дышат наладом, имея проблемы и с комплектующими, и с рынками сбыта еще с десанкционных времен. Некогда гиганты советского машиностроения МАС, МТЗ и БелАЗ сегодня в Беларуси имеют неприятную славу самых убыточных предприятий. А продукция белорусского производства уже стала мемом. И речь здесь не только о наклейках интеграл поверх мониторов Philips и Acer. Всю суть отечественного импортозамещения и уровня работы предприятий можно оценить по этому официальному видео. Это востребован мотоцикл? Это новый мотоцикл, потому что 600 кубовых не было. Были бы самые крупные 400-ки. Хорошо. Что тут свое? Своё. Дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующихся от различных производителей. Значит, ничего своего. Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Щитки? Щитки тоже. Двигатель? Двигатель китайский. Китайский? Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции увели, закрылось производство. Как будешь производить? Если закроется производство, то мы тогда начнем делать щитки. Я знаю, как вы начали. Но ждать чуда от затюканных белорусских прикорытников, как показала четвертевековая практика, не приходится. Ситуацию могли бы спасти инвесторы, но они для Лукашенко невыгодны. Поэтому в ход идут страшилки о злых частниках, которые, если возьмутся за предприятие, то обязательно его развалят, а всех рабочих уволят. Удобное убеждение для электората, мол, вы никому и нигде не нужны, а я единственный, кто может о вас позаботиться. Такого дерьма, как трактора, извините меня за это слово, чтобы вы понимали, вы умеете. Но за счет чего же тогда пополнять госбюджет, спросите вы? Здесь тоже все банально. Просто отжимать все, что генерирует доход. Как известно, аппетит приходит во время еды, а особенно падок Лукашенко оказался на сладенькое. И нет, речь здесь не о его драздовском гареме из молоденьких эскортниц, хотя и то, и то он любит потреблять в промышленных масштабах. Классическим примером отжима успешных предприятий являются известные кондитерские фабрики «Испартаки» и «Коммунарка». Их возвращали в госсобственность аж два раза. Последний за то, что владелец фабрик отказался спонсировать лукашенковские стратегические проекты. Праздник урожая дожинки и строительство нового ТЦ для одного из кошельков. И каждый раз после отжатия фабрику ждало лукономическое чудо. Если накануне национализации «Коммунарка» получала почти 11 миллионов долларов прибыли, то через 8 лет с горем пополам заработали лишь 3 миллиона. Примерно такая же ситуация и на «Спартаке». И это еще без учета того, что крепкие хозяйственники без опыта работы умудрились перевести там все на пальмовое масло, полностью угробив оставленные в наследие советские бренды. А сами предприятия погрязли в огромных долгах. Виновные нашлись, но не там, где бы вы могли подумать. Во всех провалах и несчастьях обвиняются исключительно инвесторы, частники и стрелочники. Думаю, там всегда вокруг было огромное количество советников, друзей по саунам, дачам и так далее, которые ему советовали, которые прибегали и говорили, слушай, вот тут последние данные статкомитета или последние данные из налоговой и так далее. Это все через налоговую, через экономическую статистику легко найти все эти самые лакомые куски. Так они и действовали. Так как мафиози действовали, так и Лукашенко действовал. В принципе, у него просто больше власти и возможностей, чем у мафии. Поэтому, ну, это человек жадный. Это патологический лгун, ужасный. И человек жадный просто-напросто. Вот считает, что Беларусь это его кусок, он его ест во всех смыслах. Ну, посмотрите, он даже разросся, он разжирел, он не может насытиться. Он просто должен сожрать всю Беларусь, сожрать всех друзей, врагов. Все, что есть в этой стране, он должен уничтожить и сожрать. Он пытается, вот он разрастается. Я думаю, когда он лопнет, вот он все кричит про диету, но смотрю, все, жирнеет и жирнеет. Красный пищевик, Пинскдрев и Борисовдрев, Беломо, Билликпром, Белфармпром, мясокомбинаты, птицефабрики, сахарные заводы, цементные, карелический льнозавод, могилевский вагоностроительный, мерзкий, металлопрокатный и другие фабрики поменьше. Достаточно просто загуглить рядом слово «задержан» и название любого маломальски прибыльного предприятия или концерна, чтобы понять, как на самом деле выглядит бизнес по-лукашистски. Ты или отдаешь все, что есть и спонсируешь убыточные колхозы, ледовые дворцы и славянские базары, или переходишь в руки государства. А если не соглашаешься с липовыми обвинениями, отсидишь весь 7, 8 или 12-летний срок. Правда, всегда есть возможность выйти сухим из воды, просто присягнуть, наверное, с диктатору и откупиться. Как это принято в бандитском мире или у сомалийских пиратов. Ущерб нанес государству двукратный, трехкратный размер, деньги на стол и пошел. Не заплатит деньги, будет сидеть в тюрьме. А о каком ущербе идет речь? Что-что? О какой сумме идет речь? А я не знаю. Из последних громких примеров, посаженных топ-бизнесменов, можно привести владельца торгового центра «Грин» Кирейкова, главу «Белогазпромбанка» и фаворита президентских невыборов 20-го Виктора Бабарика, главу «Приорбанка» Костюченко, девелопера Виталия Синицкого, топ-менеджеров онлайн-супермаркета 21-й век, бизнесменов Александра Василевича и Александра Кныровича. Когда мы говорим конкретно про эту историю, конкретно про мое обвинение, 14 тысяч рублей, они как-то обоснованы хотя бы, 17 тысяч рублей – это общее обвинение, но не суть. И конкретно локальная эта история выглядит так. Госорганизации должны в течение полутора лет полтора миллиона долларов, и приходит начальник отдела продаж и говорит… Твой начальник отдела продаж? Никак. Вообще никак. И надо платить? Надо. Давать взятки в Беларуси – это нормально? Сегодня любой бизнес, связанный с государственными деньгами, с государственными заказами – это бизнес, связанный в той или иной форме с взятками. От этого никуда никто не денется. Если ты хочешь вести бизнес в Беларуси с государством, вот в такой форме, непосредственно с государственными деньгами, ты в той или иной форме обязательно платишь. Список людей, которых Лукашенко брал в заложники, на самом деле огромен. Их счет идет на сотни. Свою посадку и освобождение по понятным причинам хотят афишировать далеко не все. Так, благодаря источникам, журналисты узнали, что владелец Грин Кирейков вышел на свободу за 6 миллионов долларов. Синицкий за 10 миллионов. Словом, посадки несговорчивых предпринимателей, требования выкупа за их свободу, еще один преступный бизнес диктатора. Все, что украл, верни народу. Может быть, суд это ущерб. Это непозволительно, это ущерб. Но он был обсчитан, умножен на 3, заплатил до свидания. Ущерб это, читай, или не поделился, или не предупредил о схеме. Диктатор должен знать все, ведь даже на убытках можно нагреть руки. А учитывая количество модернизированных до предсмертного состояния фабрик, это еще одна потенциально прибыльная для коррупционеров ниша. Причем, если есть схемы, когда воруются с прибыли, это одно. Но есть еще схемы, где воруются с убытков. И это очень, как, например, модернизация или государственные закупки. И здесь очень важный элемент, который, ну, мы можем сказать, ладно, ну, украдут они себе, там, допустим, 1, 2, 4% ВВП, вот, ну, хотя бы, вот, часто звучит аргумент, что, ну, они уйдут, и придут другие, и они будут воровать еще больше, потому что, ну, мало есть честных политиков, и среди честных всегда проберутся, проберутся наверх, выплывут нечестные. Так вот, дело в том, что для того в Беларуси такая система построена, она гораздо более в плане экономики губительная, чем в той же Украине, где тоже большая коррупция. Она построена так, что воруется очень много на убытках, и поэтому чиновники для того, чтобы иметь для себя небольшую эту делянку, они направляют экономику специально, все эти огромные сектора экономики, в убыточные сферы, чтобы иметь возможность с этого воровать. Потому что, если бы оно работало прибыльно, то у них были бы, ну, не работали бы эти схемы конкретные, которые у них работают на разворовывании убытков. Если привести пример, то это, ну, вот, модернизация деревообрабатывающей области, когда, например, вот мы знаем, что на одном заводе, дай бог памяти, чтобы не соврать, кажется, в Лоеве, значит, они заказали оборудование, которое не влезло в цех, значит, это оборудование лежало какое-то время просто под дождем, вот, пока не было принято решение, значит, ну, раз так уже случилось, построить над этим оборудованием новый цех, вот. То есть, таким образом они, значит, получили и свой какой-то интерес, и, соответственно, получили большие государственные ассигнации для своей вот такой деятельности. В то же время борьба с коррупцией, пожалуй, любимая показуха Лукашенко. Правда, побороть ее все никак не получается. Не дай бог коррупция там или еще что-то. Вы на злобу дня, вы видите, что происходит в стране, пощады в этом отношении никому не будут. Мужики лучше беднее, но на свободе. Мол, нет в стране неприкасаемых. В Беларуси власть старается поставить заслон любым коррупционным преступлениям. Неприкасаемых в стране нет. В стране неприкасаемых нет. Но, тем не менее, неприкасаемых в стране нет. Нет и не должно быть никаких там лиц, которые неприкасаемы. Неприкасаемых нет и не будет. Однако результат многолетней борьбы с коррупцией красочно описывает сам Лукашенко. Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. Сотни тысяч долларов в тайниках, в гаражах и прочее. Как это могло произойти? Почему так произошло? Ну, просто действительно. Ну, как это так? Сегодня взятки. Пришел в суд, сунул несколько тысяч долларов, засудит как надо. Пришел к следователю, в карман положил, следствие будет как надо. Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток, полтора десятка начальников в год. Это ненормально. Буквально каждую неделю за решетку отправляется очередной начальник. Причем из разных сфер, начиная от здравоохранения и заканчивая энергетикой. В списке нечистых на руку начальников директора, министры и даже высшие руководители страны. Это вопрос времени, когда кого арестуют. Как правило, причиной может быть то, что какая-то санкционка прошла в Россию без контроля и без откатов наверх. В основном за это арестовывают. А белорусы убедились, что эта власть не способна вытащить страну из кризиса, потому что система сгнила изнутри. Не ты их садить. Самые холодные все ровно застаются. Вся коррупция вверху. Провинился, отвечай. Вот и все. Кто бы ты ни был. На самом низком уровне или на самом высоком. А возможно, чиновники всего лишь слишком буквально восприняли старые слова главы государства. Если я буду воровать, воруйте и вы. Интересно, что Лукашенко еще и банально недоговороспособно кидала. Крупному российскому бизнесу, который открыто поддержал его кандидатуру на выборах 2001-го, он обещал вознаграждение в виде главных предприятий белорусской экономики. Но олигархи не получили в итоге ничего. Обманул диктатор российскую Балтику, которая до оформления договора о покупке крыницы начала вкладывать деньги в белорусский завод. В самый последний момент условия резко поменялись. Более того, сперва Лукашенко даже не хотел отдавать чужие деньги, что вылилось в международный скандал. С похожей ситуацией столкнулся и сидящий ныне в белорусской колонии шведский инвестор Амит Набизада, который начал вкладываться в Баранович и Древ еще до официального указа о продаже предприятия. Он думал, что уже обо всем договорился с властями на словах, но когда указ вышел, опешил. Оказалось, новому владельцу нужно рассчитаться по долгам завода на миллионы евро за несколько лет. Деваться было некуда, откупиться нечем. В итоге инвестору дали 8 лет колонии, а имущество отжали. Опять же, Лукашенко историк, советский историк, он прекрасно знает, что такое НЭП, как это было сначала, рассказали иностранцам, что ребята, приходите. И то же самое, недобитые какие-то люди с какими-то деньгами, прикопанными золотыми монетками, еще недорастрелянные в годы военного коммунизма в 18-19-20-х годах. Им рассказали, что будет новая экономическая политика, ребята, доставайте сундуки, привозите из-за границы, вкладывайте, все, мы коммунисты, даем вам концессии. Чем это закончилось? Расстрелами, конфискациями, высылками и так далее. Мой прадед был НЭПманом, тоже съездил сначала в ссылочку, потом в лагерь, потом второй раз в лагерь. Точно так же и Лукашенко действует. Обманывает, если можно украсть, если он чувствует, что можно кого-то обмануть, втянуть в инвестиционные проекты, а потом забрать это, то да. Стоит ли даже зарекаться, что реальная борьба с коррупцией и негодяями в существующей политической системе в Беларуси невозможна? Последним документом, который я подготовил, работая в МВД, было письмо министра Наумова на имя генпрокурора с доказательствами причастности к рейдерским захватам Владимира Певтьева с требованием дать правовую оценку его действиям. Однако это письмо подписано не было, так как Наумов уже был освобожден от должности министра внутренних дел. Сразу после этого был задержан и мой шеф, начальник главка МВД по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Виктор Ермаков. КГБ изъял дело оперативной разработки в отношении Певтьева. Кто же такой Певтьев и как в Беларуси стать неприкасаемым богачом, расскажем прямо сейчас. А теперь забудьте обо всех проблемах и опасностях для белорусского бизнеса, о которых мы вам рассказали и запомните эти фамилии. Виктор Шейман, Алексей Олексин, Николай Воробей, Александр Зайцев, Павел Тапузидис, Михаил Гуцериев, Александр Шакутин и сербские братья Каричи. У этих людей в Беларуси никогда не бывает проблем с законом, налоговыми проверками, ведь они главные кошельки Лукашенко. И по случайному стечению обстоятельств так или иначе связаны напрямую с пересидентом или его семьей. Конечно же, Лукашенко не делает это и специально сам не подписывает эти монополии исключительно для обогащения этих людей. Это доверенные люди, которые существует мало сомнений, что они действуют в интересах накопления личных богатств, в том числе семьи Лукашенко. Об этом же мы можем судить также и по сыне Лукашенко, Викторе, его помощник Александр Зайцев, который работал до 2012 года просто его помощником, чиновником, он был помощником Лукашенко по национальной безопасности. И вот в 2012 году он уходит с государственной службы и вот ровненько в тот же год он становится крупнейшим торговцем оружия, он становится крупнейшим добытчиком золота по государственным контрактам. Когда Лукашенко говорит, что вот взамен вы позволите Беларуси копать золото, на самом деле это право получает эмиратская контора помощника Виктора Лукашенко. То есть мы понимаем, что это крайне маловероятно, что эти все люди действуют в интересах личного своего обогащения без того, чтобы накапливать эти деньги для семьи Лукашенко. Так вот, возвращаясь к вопросу, что в каких областях? Во всех. Во всех, где крутятся деньги. Лукашенко самый крупный на постсоветском пространстве олигарх. Все, не только самые прибыльные, а вообще все сферы экономики и жизнедеятельности в Беларуси находятся под его контролем. От нефтепродуктов до калийных удобрений, от леса до строительства, от лотерей до систем видеонаблюдения, от коррупции в спорте до коррупции в медицине. В Беларуси окружение Лукашенко практически в каждой крупной сфере денежной находит в себе делянку, которая выделяется специально для пополнения личных кошельков Лукашенко. Почему мы это говорим всегда в такой связке? Потому что эти монополии, которые даются, особенно последним временем, настолько в открытую, как, например, на тебе, Алексин, просто монополию на торговлю продукции белорусской табачной фабрики. Но это самое громкое, Гродненской государственной табачной фабрики. А он это делает еще вдобавок и не через ту фирму, не только через ту фирму, на которую дали монополию, энергоойл, белорусская, что она хотя бы платит налоги. Но еще вдобавок часть из этого он продает через эмиратскую офшорку, зарегистрированную на своего сына, чтобы вообще даже не платить налоги в Беларуси с этих сверхдоходов. Ну и понятно, что настолько, я бы сказал, наглые и вызывающие схемы с такими огромными доходами, они не даются в интересах вот просто Алексина. Ну мы знаем, что Алексин там одаривает автопарк Лукашенко, но это я бы назвал скорее такое, как пришел в гости с бутылкой. Ну просто Лукашенко единственный олигарх, все остальные, кого называют олигархами, это люди, как бы временные кошельки этого олигарха. А так вообще Лукашенко хозяин Беларуси, он ей владеет полностью, поэтому зачем ему олигархи? Ну все, он сам хозяин. Вместо олигархов в Беларуси действуют придворные бизнесмены, присягнувшие на верность королю. Под них Лукашенко издает специальные указы, им достаются самые вкусные госзаказы, прибыльные сферы деятельности и лучшие участки земли под застройку. Именно под них отжимаются недоступные для других предприятия. Настало время сорвать маски с банды главных жуликов, ограбивших Беларусь на миллиарды долларов и назвать основных друзей подшкловского оушена. Начнем с затонувшего Титаника Юрия Чижа, который поднялся до невообразимых высот и был самой любимой дойной коровой лукавого. И хоть любимую не отдают, живущему припеваю Чичижу, в отличие от того же Воробья, все же не удалось удержаться на вершине. И с подбитыми крыльями он попал в опалу. Я думаю, Лукашенко, кстати, насмотрелся этому в годах в 70-х или, наверное, это был конец 70-х, начало 80-х, когда он служил в тюрьме. Он насмотрелся на уголовников и он у них узнал, как надо с барыгами обходиться. Ты барыгу там стрижешь, 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 как у них там говорят, кабанчика растишь, а потом его режешь просто-напросто. Вот Юрий Чиж, это пример, когда кабанчик растет, вот он по правую руку, вот он по левую руку от Лукашенко. Можно в гугле найти эти фотографии, а потом оп, и казалось бы, вот Чиж пол Минска строит сейчас все, вот Чиж самый приближенный. И опа, нет Чижа, Чиж уже в американке. Потом опять Чиж выходит, опять у него все, опять он по правую, по левую руку. И опять Чиж немножечко оброс денежками, и потом его опять садят в тюрьму, в американку, и потом, кажется, уже и третий раз садят. Ну все, уже Чижу капец. Но остальные просто в этой лотереи выбрали, ну немножко, остальные олигархи, да, вы выбрали в этой лотереи, может быть, более счастливый билет. Начинал свой бизнес с газировки и стеклопакетов, затем затесался в доверие к начинающему диктатору и стал вхож в ближайшее окружение. А где дружба с Рихорычем, там и большие деньги. Но в один момент, когда Чиж ослаб и начал проявлять нелояльность, к всесильному богачу вломились с обыском, по классике, за неуплату налогов. Его компания Трайпл вмиг стала банкротом, а сам бизнесмен – почетным гостем в минской американке. Без гроша в кармане, зато с огромными долгами и долгостроями. Империя Чижа начала разваливаться в 2012 году, Чиж был очень такой амбициозный, и он очень быстро расширял свою империю на самые разные сферы бизнеса. А ключом для этого всего, который эту пирамиду кормил, это был экспорт растворителей и разбавителей. Вот это контрабандная схема 2011-2012 годов, когда они российские нефтепродукты экспортировали с огромными прибылями под видом растворителей и разбавителей, не платя экспортной пошлины на вот эти нефтепродукты. И когда русские обрезали этот поток, то империя Чижа, которая была очень сильно перекредитована и вся была на развитии, и очень рассчитывала на этот поток, чтобы закрывать дыры кэшфлоу, она начала разваливаться. Чем воспользовался, собственно, его доверенный партнер Алексей Алексин, который под шумок отхватил себе большинство этой империи, ну и похоже, что своего бывшего патрона кинул. Выходит, в Беларуси все же нет неприкасаемых, спросите вы. Как бы не так, просто у корыта остаются сильнейшие. Вот, например, история одного из нынешних любимчиков хитрозачесанного, которого синепалая рука обласкала настолько, что он буквально сидит на деньгах. Вы уже догадались, что речь идет об Алексее Алексине, табачном магнате, который монополизировал эту вредную для здоровья, но выгодную для кошелька сферу. У населения необходимо сформировать навыки культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Ну, не совсем, конечно. То пить перестанем, беда другая будет. Для понимания уровня наглости, несмотря на то, что власти, ненавидя частников, давно очистили столицу от мелких киосков, кошельку режима их, наоборот, разрешили ставить. На льготных условиях и в любых местах. На остановках, у выходов из школы и рядом со спортивными объектами. Табакерки в Беларуси стали одним из главных символов колхозного беспредела последних лет. С помощью них не только травили народ, но и отмывали деньги. Да что уж там говорить, даже запрет продажи алкоголя ночью в Беларуси продержался менее суток. Лукашенко лично вмешался и потребовал продолжать спаивать народ. Мне пришлось отменить известное решение по продаже ночью ликера водочных изделий. Начинаю разбираться. Притом, я даже не знал об этом. Хотя, в свое время поднимался этот вопрос. Я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. В верхушке плевать на здоровье людей, ведь в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска стабильно входят сразу две алкогольные компании. Разумеется, государственные. Правда, алкашная прибыль находится на уровне около 2-3% от ВВП, а на преодоление последствий пьянства уходит чуть ли не 5%. Ну, зато такие политикой точно интересоваться не будут. Но это так, ремарка. Вернемся к табачному магнату Алексину. Его структуры контролируют сбыт сигарет с двух из трех белорусских фабрик, а компания Энергоойл является главным фигурантом дела о контрабанде сигарет в Литву и Польше. Хитросделанный кошелек до последнего пытался вывести свои активы из-под санкционных ударов, и что для этого только не делал. Сначала переписал свои ключевые активы на жену и сыновей, а затем в Литве насоздавал кучу фирм в полуразрушенных зданиях и пустых квартирах. Компании, которые даже не имели сотрудников, менее чем за два года провели через свои счета 46 миллионов евро. В основном бизнес Алексина связан с контрабандой сигарет. В нашем предыдущем расследовании мы уже приводили конкретный пример работы одной из таких схем. Пачка легендарного синего Винстона в Беларуси стоит 1 доллар. В Польше уже в районе 4 долларов. А старый добрый синий Минск Компакт, чья цена в Беларуси и до доллара не дотягивает, в Варшаве продается по 2 бакса за пачку. Алексин самый гибкий кошелек. Как и куда только он не пихал свои сигареты. До введения санкций они ввозились в ЕС даже под видом древесных пилетов и утеплителей. Рекордные партии на 10 миллионов долларов шокировали таможенников соседних стран. Сегодня стало сложнее. Параллельные импорты, работа через третьи страны. Как известно, табак в Беларуси не растет. На помощь спешат Турция, Азербайджан, Сербия и все-все-все, у кого еще хоть что-то можно наскрести. В итоге табачная пыль, смешанная со смолами, высушенная на противне, порезанная и упакованная, с видом дешевых сигарет. Дурит белорусский народ. То есть водят, можно сказать, водят потребителя в заблуждение. Оно так и выходит. То есть пишут, что у них какие-то госты. А на деле дурят потребителя своего же. Здесь их нету никаких гостов. Здесь их нет. Пропитать бумажку солевухой, настричь луговую травку, это госты. Хотя по госту должен быть табак в сигарете. Не менее 70%, хотя бы. Здесь его нет. Алексин человек непростой. Он выходит из системы, а именно из управделами Лукашенко, которая в той или иной степени контролирует в Беларуси вообще все сферы. Обычный орган госуправления за четверть века превратился в настоящую бизнес-империю с только официальной выручкой на миллиарды долларов. И неудивительно, а именно управлению грязными делишками пересидента вынуждены отстегивать многие предприятия, которые хотят остаться на плаву. Но вернемся к нашим баранам. Своих высот главный кошелек Лукашенко добился не за красивые глаза. Табачный магнат является еще и крупнейшим взяткодателем Лукашенко. Самой громкой и явной стал целый автопарк из девяти элитных автомобилей на несколько миллионов долларов. И тот самый легендарный Майбах, на котором так любит колесить неполы. Долгое время Алексин работал вместе с вышеупомянутым чижом, однако постепенно становился самостоятельной фигурой и даже смог потеснить птичку, забрав его главный актив в близость к Лукашенко. Энергоойл Алексина получил еще и исключительное право на импорт в Беларусь некурительных табачных изделий. Речь о легендарном нагреваемом табаке для устройств типа Айкос. Сегодня придворный олигарх работает в тесной связке с двумя другими токсичными прикорыльными бизнесменами. Александром Зайцевым и Николаем Воробьем. Наглая троица беззастенчиво занимается контрабандой, и силовики на это закрывают глаза. Александр Зайцев, владелец Сохра Групп, поставляющий в Африку и страны Персидского залива белорусские удобрения, сельхозтехнику и многое другое. Вот только зарегистрирована Сохра почему-то не в Беларуси, а в Объединенных Арабских Эмиратах. Доверительные политические отношения с руководством Арабских Эмиратов последовательно конвертируют во вполне конкретные и полезные проекты для страны. Мы, конечно, основное время сегодня уделим основному нашу главному проекту, северный берег здесь, в Минске, который вы намерены построить. Это крупнейший проект. Я думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Зайцев, как и Олексин, выходец из чиновников. До прихода в прикорытный бизнес он работал в Совете Министров и был помощником старшего сына диктатора Виктора Лукашенко. Ведь у Зайцева связывают не только деловые отношения, но и близкая дружба, что и позволило неизвестному ранее чинушу запрыгнуть в вагон с грязными деньгами и урвать свой кусок коррупционного пирога. Как в Беларуси все банально и неинтересно. Одно из главных увлечений лукашизма — это вот такие вот устройства. Очень удобные камерки с распознаванием лиц можно вычислить любого оппозиционера. А еще на них можно очень хорошо заработать. С Олексиным связан и Александр Шатров, основатель печально известной IT-компании «Синезис», разрабатывающей программное обеспечение для силовиков. Именно благодаря системе Кипота «Синезис» о власти вычисляют и преследуют участников протестов. Из-за этого фирма еще в 2020 году попала под санкции Евросоюза. Сам Шатров оспаривал все обвинения и даже подал иск в суд ЕС, чтобы санкции были аннулированы. Относительно неподконтрольной государству, таким офшорчиком, стояла белорусская айтишка, потому что там никто ничего не понимает, на чем люди зарабатывают деньги и как это вообще работает. Хотя, опять-таки, сейчас мы являемся свидетелями того, что государство так или иначе пытается более серьезно надавить на айтишку, повысить налоги. Но сейчас вроде поняли, что от этого становится только хуже, что даже повышение на 1-2% приводит к тому, что снижаются объемы компаний, начинают убегать из-за страны. Но можно сказать, что айтишка гражданской направленности с государством не связана. Там, где появляются какие-то вещи, связанные с системами видеонаблюдения, с обеспечением интересов силовых структур, там, естественно, скажем так, тоже компаний случайных не бывают, либо просто они медленно, но верно переходят под, как минимум, надзор, а лучше под контроль государства, либо связанных с государством структур. Владел четвертью синезиса и сам Алексин, ну, точнее, его жена. Однако после санкции он полностью отдал свою долю Шатрову, а тот, в свою очередь, переписал все на подчиненных. Шатров и Алексин также принимали участие в запуске хитрой системы мониторинга транзитных перевозок БН Гарант. Также у него была монополия через его компанию БНБ Гарант. Значит, они ставили пломбы на фуры, которые, значит, электронные пломбы, которые помогали следить и защищаться от контрабанды, что следить, что этот груз уехал туда, куда должен, и не разгрузился там, где не должен. Ну, ирония, что Алексин, который считается в международном уже сообществе одним из крупнейших контрабандистов региона, вот, ему было доверено, значит, и за самим собой получается и следить частично. Чтобы уклоняться от санкций или же спасать свои активы в Европе, прикорытные схематозники вынуждены были или срочно продавать свое имущество, или переписывать его на подставных лиц. Так, Алексин продал свои компании в латвийском Даугавпилсе, а Воробей продал гражданину РФ ННК «Восток». Как вы могли убедиться, Лукашенко узурпировал не только власть, но и все прелести бандитизма 90-х. Преступность, рэкетирство, коррупция и другие прелести бандитского мира. Ну и, конечно же, не могло обойтись без контрабанды. Очень уж удобное расположение у нашей страны, и граница с Европой, и с Россией, и через Украину можно много чего поставлять. Собственно, все о контрабанде сейчас. Что объединяет главных белорусских олигархов, кроме жажды наживы? Жажда наживы на левых схемах и контрабанде. Ведь это всегда самое прибыльное дело. В прошлом фильме мы рассказывали о логистической компании «Бремина Групп», главном поставщике санкционки в Россию. «Бре-ми-но» расшифровывается как «Брест-Минск-Орша». Это классический путь европейской санкционки по Беларуси на пути в Россию. Название говорит само за себя. О деятельности этой компании уже было написано и сказано немало слов. Эта контора «Рога и копыта» появилась около 10 лет назад, и по счастливой случайности на нее сразу же палился дождь в привилегии от государства. Хотя, постойте-ка, случайностей здесь быть не может. Владельцы «Бремина Групп» — это хорошо известная нам троица придворных олигархов. Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. У каждого из трех толстосумов по третью в уставном фонде компании. «Бремина Групп» — это скорее проект, который должен был стать успешным развитием этого контрабандного бизнеса, но он на свои серьезные обороты вышел в не очень благоприятный для него момент. То бишь, это уже 2021 год, когда случился миграционный кризис, и когда склады и площади, которые должны были использоваться для проведения этих операций, их пришлось задействовать для содержания тех же самых нелегальных мигрантов, которые пачками завозили на границу с Европейским Союзом. Поэтому больше засветились, условно говоря, компании, которые даже в России одно время погоняли, тот же самый «Глобал Кастом», это связано с управделами не напрямую, скажем так, то есть там нет доли управделами, но курировала работа этой компании. Там уже масса расследований на эту тему было, что там родственные полусемейные связи, так или иначе, присутствовали в управлении делами президента. И вот, пожалуйста, Бремена, это, говорит, то, что должно было стать очередным этапом развития контрабандного бизнеса, выйти на другой уровень, но сами же действия режима, они привели к тому, что эта тема стала неактуальной. Николай Воробей – карманный нефтяной барон Лукашенко, который контролирует Интерсервис и нефтебитумный завод. Через него шла торговля нефтепродуктами в Украину. Воробей имел серьезный бизнес-контакт с ныне арестованным по делу о госизмене олигархом Виктором Медведчуком, который прятал свои деньги в белорусском Абсолютбанке Воробья. Медведчук вместе со своей женой в 2019 году держал в Абсолютбанке почти 5 миллионов евро. А уже через год там было задекларировано более 9,5 миллионов. Именно через Абсолютбанк Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак покупали в Украине телеканалы «Ньюс Ван», «112 Украина» и «Зик», которые позже прикрылись за санкции. И сегодня же глава государства встретился с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Лукашенко отметил, что был рад увидеться с Виктором Медведчуком, особенно после горячих политических событий в Украине. По данным журналистов Еврорадио, деньги Козак и Медведчука составляли тогда половину всех средств, которые хранились в банке Воробья. Но на этом сотрудничество между Воробьем и Медведчуком не заканчивается. Под контролем Воробья также находится компания «Белкастранс», у которой есть не только монополия на транзит российского угля по Беларуси, но и возможность заниматься доставкой в Украину российских нефтепродуктов в обход санкций. По данным Белсата, получателями товара были в том числе компании «Анвитрейд» и «Иглузка Украина», которые медиа связывают с Виктором Медведчуком. Отримальниками ж товару были компании, связанные с «Медведчуком», «Анвитрейд» и «Иглузка Украина». Иншими словами, Воробей выступал посередником для того, как поставлять лидеру пророссийского политичного крыла в Украине палево от забороненных в этой краине российских компаний. Кроме этого, белорусские прикорытники еще с 2015-го сотрудничали не только с пророссийскими политиками, но и с террористами из так называемых ЛДНР – сепаратистских формирований Восточной Украины. Пока Лукашенко на камеру заявлял, что боевиков псевдореспублик надо уничтожать… С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Его кошельки продолжали торговлю с теми же боевиками. Видимо, по принципу, все равно ему же нечего терять. Вот сравните высказывания этого человека тогда и этого человека сегодня. Разве это не двойные стандарты? Разве это не противоречия? В 2015 году луганская торговая сеть ЛНР «Проторг» открыто заявила о прямых поставках с белорусских заводов молочной продукции и детского питания. Свободно торговали лукашисты и с другой псевдореспубликой. В 2016-м местные СМИ оценивали долю белорусских товаров на потребительском рынке Донецка примерно в 25%. Торговля велась не напрямую, а через фирмы «Прокладки». Например, Мозорский спиртзавод использовал хитрую схему с гонконгской компанией «Хьючская Лимитед». А директор ЛНР «Проторга» Олеся Полтавченко спалила названия фирм, поставляющих белорусские товары на оккупированные территории. Среди них небезызвестный табачный завод «Неман», агрокомбинат «Держинский» и «Санта-Бремор», который до последнего пытался увильнуть из-под санкций, в том числе благодаря Венгрии. Но если Крыму надо, Луганску, Донецку, будет продовольствие, кирпич, цемент восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Какой помогать? Это же все за деньги делается. Мы фактически с ними сотрудничаем. Беларусь тогда уже не только импортировала товары из Крыма, но и напрямую продавала туда свои производства. На аннексированном полуострове спокойно работают официальные представительства МАЗа или сети с белорусскими мясомолочными продуктами. Годами Лукашенко плевал на законы Украины. Хотя что еще можно ожидать от человека, который позволяет с территории своего государства обстреливать мирные города соседней страны, которую он называет братской? Из-за торговли с властями оккупированных территорий некоторые белорусские компании даже временно попали под украинские санкции. Но в целом на схемы хитро сделанного диктатора и его кошельков просто закрывали глаза. В итоге сегодня на белорусских рынках продается капуста из Херсона и черешня из Мелитополя. Но самой хитрой и наглой схемой стало вот это. В 2018 Беларусь была одним из крупнейших экспортеров каменного угля в Европу. При том, что каменный уголь в РБ не добывают. Казалось бы, при чем здесь Донбасс? Журналисты выяснили, что Беларусь стала посредником прокладкой в торговле углем с оккупированных территорий Украины. Через страну донецкий уголь отправлялся в Центральную Европу и, вы не поверите, обратно в Украину. Да-да, подшкловский бизнесмен продавал Украине и ее же уголь. А все потому, что торговля с Оргло была запрещена в Украине на законодательном уровне. А про Беларусь тогда никто ничего не говорил. Сотни тысяч тонн донбасского угля были проданы через Беларусь, страны ЕС и Украину через фирмы, принадлежащие сепаратистскому олигарху Сергею Курченко и чиновникам оккупационных администраций. Правда, согласно официальной украинской статистике, из Беларуси не было импортировано ни грамма золота Донбасса. Зато статистику не скрывал Билстат. Официально экспорт каменного угля из Беларуси в Украину за год вырос аж в 980 раз. Время пострелять или об еще одном важном для Лукашенко бизнесе. В списке крупнейших мировых экспортеров основных видов вооружения Беларусь занимает 20 место. Как такое могло произойти с миролюбивой страной? Почему Беларусь получает минимум полмиллиарда долларов ежегодно за счет торговли оружием? Сейчас разберемся. Знакомьтесь, Владимир Певтьев старожил среди прикорытников и некогда самый богатый человек в Беларуси. Все мои забытые оружейный барон, но пока не списаны, карманы диктатора он по-прежнему стабильно наполняет. Первый миллиард и все свое состояние придворный бизнесмен нажил на распродаже белорусских складов с оружием. Изначально советские залежи просто отправлялись пострелять в страны третьего мира. Еще в 2011 году Евросоюз ввел против торговца смертью санкции. Постановление было указано, что Певтьев является главным экономическим советником диктатора и основным спонсором режима Лукашенко. Как же так получилось, что самая мирная страна наживается на войне? И куда исчезли кровавые миллиарды? На эти вопросы ответить несложно. Созданная Певтьев им компания Белтехэкспорт торговала оружием, созданным госпредприятиями ВПК, а затем выводила деньги в офшоры и не забывала делиться со своими покровителями с дроздом. Журналисты раскопали, что его жена Ольга основала дюжину офшорных компаний на Сейшелах и Британских Виргинских островах. Еще один занимательный факт. Певтьев, хоть и зарабатывал на белорусском оружии и монетизировал дружбу с Лукашенко, сам все время проживал на Мальте, куда и выводил деньги. Расследование The Times и Transparency Networks показало, что семье Певтьевых принадлежало 12 квартир в Лондоне на общую сумму более 20 миллионов долларов, которые купили через ряд офшорных компаний. Но возвращаясь к теме оружия, просто для понимания, у мафиозной сети островка стабильности, в которую входит семья и близкие друзья Лукашенко, как и полагается, есть своя силовая крыша. Этот фильм был бы неполным, если бы мы не рассказали вам о ее главном представителе. Долгие годы все белорусские насиловики ходили под верным Ротвейлером Синепалыча, Виктором Шейманом, организатором политических убийств 90-х и одной из главных фигур в лукашистской иерархии. В самом начале президентства Лукашенко Шейман стал государственным секретарем Совбеза РБ. Позже он выполнял различные влиятельные функции от помощника президента по нацбезопасности до генерального прокурора и главы администрации Пересидент. С 2013 по 2021 год Шейман был смотрителем всего лукашенковского общака, главой легендарного управления грязными делишками президент. Доход этой огромной коррупционной империи, как вы уже знаете, идет непосредственно в карманы семьи Лукашенко. Еще раз за ворота легко не уходить, видишь какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотел бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее. С серым кардиналом режима также связана компания Global Custom Management, занимающаяся контрабандой и частное охранное предприятие Гардсервис, которому в исключительном порядке разрешили вооружить своих сотрудников летальным оружием. На базе Гардсервиса Шейман создает личную армию и, судя по всему, диктатор дал на это согласие. Недавно появилась информация, что тренировкой сотрудников Гардсервиса занимались российские наемники из ЧВК Вагнера, воюющие в Украине. Неудивительно, что Лукашенко верит Шейману как себе, иначе палачу бы не доверили стать важнейшим звеном в торговле оружием из Беларуси в страны третьего мира. Еще в начале 2000-х журналистской газеты «Солидарность» Вероника Черкасова стала собирать сведения о возможной незаконной продаже белорусского оружия в Ирак и причастности к этому высших должностных лиц государства. 20 октября 2004-го она была убита в собственной квартире в Минске. Убийцу до сих пор не нашли. Но неприятные факты все же стали достоянием общественности. С 1996-го Беларусь поставляла в Судан значительные объемы вооружения, несмотря на международные санкции. Африканского диктатора Аль-Башира в итоге обвинили в геноциде, а Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главы государства. В своей участи диктатор, к слову, дождался. Год назад захватившая власть хунта решила выдать его Международному суду. Вообще Лукашенко предвестник беды. Страны, куда он поставлял больше всего оружия, Ирак, Иран, Ливия и Судан, сложно упрекнуть в успешной судьбе. Не просто так, ведь ООН запрещал продавать туда оружие. Но Лукашенко плевать на законы и принципы, когда на кону миллиарды грязных денег, которые оседают в карманах его доверенных лиц. То есть в его карманах. В целом, в теме поставок оружия все банально, и Госвоенпром даже не скрывает, что поставляет свою продукцию аж в 65 стран мира. К какой стране относятся, например, террористы из группировки Ансар-Аллах, у которых при задержании обнаружили оптические прицелы белорусского производства, загадка. Возможно, речь о Йемене, ведь именно там хуситы захватили власть. Миролюб Лукашенко не только потворствовал мировым потрясениям, но и активно подливал масло в огонь различных конфликтов. 19 марта прошлого года в республике Конго задержали Александра Зингемана по обвинению в торговле военной продукции. В африканских СМИ его называли выдающимся белорусским бизнесменом и советником Виктора Шеймана. В итоге за прикорытника вступились власти ОАЭ, и его пинком под зад отправили в Зимбабве. Сейчас Зингман активно занимается различными проектами в Африке, являясь почетным консулом Зимбабве в Беларуси. Домой он тоже иногда прилетает, вот так выглядят его хоромы в элитном поселке под Минском. Четыре водоема, три дома, птичник с павлинами и трехэтажный банный комплекс. Камин за полмиллиона долларов, ламборджини-урус и куча других оформленных на родственников авто у жены. А весь участок в бонсаях по 60 тысяч за штуку. Но самым милым и необычным увлечением богача стала деревня хоббитов с домиками и статуями, как в оригинале. Как у человека, который платит 700 долларов налогов в год, только официально числится более 10 объектов недвижимости. Вопрос риторический. Но примерно так и живут все прикорытные бизнесмены. Зингман просто один из самых ярких их представителей. Откуда же такие богатства все просто? Именно Зингман вместе с Шейманом контролирует преступный бизнес по продаже оружия и добыче полезных ископаемых в Африке. Литовские белорусские журналисты, изучив архив Пандоры, крупнейшую утечку документов в истории, обнаружили, что создание белорусско-зимбабвийского совместного предприятия по добыче золота происходило не между Республикой Беларусь и Зимбабве, а между Зимбабвой и двумя молодыми талантливыми предпринимателями – сыном Виктора Шеймана и бизнесменом Александром Зингманом. Сын Шеймана Сергей, как и полагается, патриот умутил Зингманом через офшорный фонд на Сейшельских островах и связанную с ним компанию в Лондоне «Грязные делишки». Ну и еще часть тоже империи Шеймана – это в рамках межгосударственных сделок с Африкой. Он туда приезжает как государственный чиновник и предлагает продукцию белорусских государственных заводов, у них нет денег заплатить взамен, он говорит, хорошо, заплатите правом добывать золото. Ну и это право в результате дается в одном случае сыну Шеймана, его сейшельской фирме, зарегистрированной на Сейшельских островах, в другом случае сыну Лукашенко, его помощнику, его эмиратской офшорке, зарегистрированной в Арабских Эмиратах, это уже Судан, про Шеймана это было Зимбабве. Вот еще одна часть их империи, ну и еще третья, которая доказанная часть его империи, Виктора Шеймана, это частная охранная компания или частная военная компания уже, потому что сейчас вот мы слышали, что якобы приезжали инструкторы ЧВК Вагнер их тренировать, и вот этот ЧОП, Гардсервис, он единственное частное предприятие, которое имеет право на использование оружия в Беларуси. Вот, и значит тоже при поддержке Лукашенко там на поле развивается, и принадлежит она людям, которые напрямую лично зависимы от Виктора Шеймана, а раньше вся эта империя принадлежала ему лично его, даже не любовница, а гражданской жене. Расследователи также опубликовали материалы о сотрудничестве Александра Зингмана и Александра Шакутина, которые объединили условия по торговле с африканскими странами через, опять же, компанию в Гонконге. И мы не просто так уделяем столько внимания африканским делишкам Синепалова. Для него это один из главных способов пополнения, увы, не народного, а своего личного пенсионного фонда. Вывоз золота и алмазов из Африки нигде не декларируется и никем не контролируется, как и их конвертация в живые деньги. Часть оседает в тайниках Лукашенко, часть вкладывается в активы за рубежом, а часть под видами инвесторов возвращается в страну. Очень важно освоить новые рынки. Петр Александрович, вы знаете эти рынки? Вы аж в Зимбабве бывали на юге Африки. Это уникальный край и страна. И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь фактически душили Зимбабве санкции. Ну, наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым нашим западным руководителям. Теперь понятно, почему лидер Минской хунты так обожает своих африканских коллег. Зингман работает почти в двух десятках стран Африки. Забавный факт. Вероятно, не посоветовавшись с кем нужно, Нацбанк Беларуси даже включил и Зимбабве, и ОАЭ в список стран, где существует высокая вероятность проведения незаконных финансовых операций по отмыванию денег. И в этом вся суть подавляющей части международного сотрудничества, которое годами выстраивало ответственный за международку Лукашенко МИД Беларуси. Между собойщики и договорники. Но и здесь есть самое наглое. Лукашенко спокойно поставляет оружие в страны, которые воюют против его же союзников по ОДКБ. Так, самое грозное оружие Азербайджана имеет белорусское происхождение и называется реактивная система залпового огня Полонез. Десять таких РСЗО были поставлены в Азербайджан в 2018-м. Они активно использовались против Армении, которая является членом организации договора коллективной безопасности. И в этом реальная цена отношения диктатора к своим же союзникам. Главное – деньги. Одной из главных кормушек, за счет которой Лукашенко пополняет не только свой личный бюджет, но и дает возможность заработать приближенным, является строительная сфера. Здесь коррупция происходит за счет сложности контроля над расходами. Никто не будет стоять над душой у строителей и замерять количество использованного материала. Тем более, что нормы допускают различные отклонения. Вот здесь-то и возникают распилы в прямом смысле, взятки и прочие прелести современного лукашизма. Лукашенко смог вывести коррупцию в строительстве на совершенно новый уровень и направил огромные финансовые потоки прямо в свой карман. Диктатор практически полностью монополизировал эту сферу и раздал своим лизоблюдам прекрасные возможности для воровства из бюджета. Жизнь заиграла красками тогда, когда сипанутого агрофюрера познакомились с сербским кланом Каричи, которые занимались строительными проектами в России. Репутация у братьев-бизнесменов крайне сомнительная. Начинали они еще при Тита в Югославии, а продолжили в независимой Сербии, где за ними до сих пор тянется шлейф сомнительных дел и прозвище Кошельков Милошевича. Клан Каричи — настоящая сербская мафия, которую погнали отовсюду, кроме Беларуси. Ведь, как известно, Лукашенко с радостью приглашает всякий сброд в нашу страну и встречает его с распостертыми объятиями, попутно раздавая огромные привилегии. Кыргызский диктатор Бакеев, окопавшийся в элитном особняке под Минском, не даст соврать. Да спасибо мне, делаешься. Откуда же такая гостеприимность, по некоторым сведениям? Семья Бакеева во время бегства успела прихватить с собой 200-300 миллионов долларов. Сегодня они ведут бизнес в Беларуси через шотландские офшоры. Но вернемся к нашим баранам. Я помню, и с бывшим президентом, и с нынешним мы встречались. Ты всегда подталкивал и меня, и своего президента. Хотя я же тоже не чужой для тебя президент. Нет, нет. Уже в 2008 году компания Каричи Зомикс Инвестмент получает право на реализацию проекта «Маяк Минска» возле недавно построенной национальной библиотеки. Планы воистину наполеоновские. Офисные небоскребы, необычные дома, улочки, фонтаны и даже каналы, по которым плавают настоящие гондолы. Словом, самый что ни на есть Дубай в паре станции от Уручья. Реклама проектов, данной полным ходом, шла в эфире новостей по ГОСТ-ТВ, что уже тогда вызывало подозрения. Пока у урбанистов от радости текла слюна, хитрые сербы превращали конфетку в белорусскую действительность. Масштабный проект постоянно упрощался, удешевлялся, в результате чего на выходе получился обычный депрессивный спальник, не имеющий ничего общего с первоначальным планом застройки. Шокированным покупателям предложили заселиться в серые панельки, построенные впритык друг к другу с кучей нарушений Но на этом махинации сербских друзей и диктаторы не закончились, равно как и их жадность. Из-за подсчета метража квартир без учета обшивки элементов коммуникаций некоторые жильцы не досчитались аж нескольких квадратных метров площади, то есть нескольких тысяч долларов своих денег. Так выглядел благотворительный взнос в пользу братушек славян. Предполагалось, что приблизительно на одну квартиру в доме будет по одному машиноместу, и рядом строящиеся дома, там получается пять столбиков, там тоже непонятно, где у них будет парковка. А теперь приготовьтесь, эта информация вас точно удивит. Участки земли, а также коммуникации под свои строительные объекты компании братьев Каричей получались совершенно бесплатно. Ценнейшую землю в самых лакомых частях белорусской столицы диктатор просто раздавал своим приближенным даром. Вот такая вот щедрость за наш с вами счет. Ловите, друзья, с царского плеча. Всего компаниям Каричей было передано земли более чем на миллиард долларов, и это без учета беспошлиного ввоза зарубежных стройматериалов, отсутствия НДС и бесплатное подведение коммуникаций за счет бюджета. Какие привлекательные условия за счет белорусского бюджета. Прибыль, которую получают Каричи, также освобождена от налогов личным указом Лукашенко. Продлевал он им и сроки реализации проектов. Чего только не сделаешь для своих мешков с деньгами. Жизнь многогранной появляется новое и новое проявление коррупции, которое не прописано в законе. Поэтому надо совершенствовать это законодательство. Мы рассказали вам лишь о главных белорусских воротилах. Несправедливо будет не сказать пару слов и о шестерках. Все они выкидыши от хоккея, которому Синепала питает особую слабость. Сегодня вопросы государственной важности в Беларуси решаются именно в раздевалке хоккейной команды диктатора. Именно там выстраиваются в очередь желающие выпросить у царя корме и привилегии. Кому-то нужен сладкий участок земли под застройку, кому-то нужно решить проблему с законом, ну а кто-то хочет просто поквитаться с конкурентами. Раздевалка Лукашенко хоккейная решала вопрос. Хочется получить участок под застройку, пожалуйста. Опять, там ни одно расследование сделано различными расследовательскими группами о том, что у нас, в общем-то, самая простая карьера из средней успешности хоккеиста в очень богатого девелопера, она вот как раз проходит через команду либо через раздевалку хоккейную. Самым известным представителем этой компании является Дмитрий Басков, соучастник убийства несогласного с режимом Романа Бондаренко. Начинал Басков как хоккеист, причем весьма посредственный. Останется с нами, останется с нами. Путся с нами, останется с нами. В конце каждой тренировки есть такая традиция, президент подписывает шоколадку. Мы воюем за эти шоколадки, можно сказать. Затем он вдруг становится личным тренером по хоккею самого Коленьки. Учитывая особую любовь Лукашенко к младшему сыну, Хитрый Басков добивается расположения у диктатора, становясь со временем его личным решалой во всех вопросах бизнеса. Он занимается выбиванием долгов и постановкой на счетчик неугодных или провинившихся бизнесменов. Из активов Баскова не только близость к телу, но и сеть автомоек БАМ, в которых отказываются обслуживать противников режима, а также несколько небольших компаний и доля в печально известном Брестском аккумуляторном заводе, против которого активно протестовали местные жители. Может быть абсолютно разная история. В большинстве случаев для начала приходят правоохранительные структуры, а потом приходят решалы, которые за определенный процент могут пролоббировать уменьшение суммы штрафов, избавление от проблем. Я не знаю, из таких, как бы, опять-таки, в последние годы, наверное, на слуху, это история Брестского аккумуляторного завода. В общем-то, завод не запускался, не запускался, и экологическая экспертиза всегда была отрицательна, пока часть доли, пока фактическими владельцами не стали приближены к Лукашенко бизнесмену, тот же самый Басков. Еще один хоккеист, подавшийся в бизнес, Павел Белый, владелец строительной фирмы Тапас, которая на данный момент является одним из крупнейших застройщиков белорусской столицы. Бизнесменом Белый стал после того, как поерзал на льду вместе с Папой Колей и получил от него щедрые подачки в виде земельных участков под застройку. Белый даже нагло вторгся на территорию охраняемого заказника Лебяжи и начал строить там ресторан с нарушением всех мыслимых и немыслимых человеческих и строительных норм. Но если ты даешь пасы и накидываешь еще немного сверху усатому пересиденту, на законы можно и наплевать. Вы знаете, там иногда недозаконно. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Ресторан Лебяжи в итоге стал одним из памятников коррупции и вседозволенности. Близость к гроздам сделала его популярным местом для пьянок колхозной элиты, а на закрытой вечеринке по случаю открытия присутствовал лично диктатор со своей кодлой приближенных. Ну, надо, может быть, рассказать. Второй раз я точно помню, вот, смотрите, клавиши мы были, но про это лучше не рассказывать, даже в узком кругу. Подводя итог к вышесказанному, можно смело сказать, что за годы правления диктатора создана огромная корыта для, цитата, узкого круга ограниченных людей. И мы назвали только самые наглые схемы и громкие имена. Рыбешек помельче, которые довольствуются объедками из барского стола по типу Тетерина, Тапузидица, Тернавского или Шакутина. Дезятки, а то и сотни. В каждом случае там своя серая и неинтересная схема. Правда, в последнее время схемы уже начали не просто терять цвет, но и становиться полупрозрачными. Ну, мы видим то, что вот эти схемы начали становиться все более и более наглыми в 2000, с 2018 года, а с 2020 они еще дополнительно набрали разгон. И это может объясняться тем, что сокращающаяся поддержка Лукашенко среди электората означает, что он все больше и больше зависим от тех людей, которых он вынужден подкупать. Потому что эти кошельки, это не просто возможность отложить где-то деньги, это также возможность подкормить каких-нибудь силовиков, как, например. Как говорится, хапнуть напоследок уже в открытую, Лукашенко говорит о необходимости использования нелегальных схем. Недавно Совмин и Нацбанк разрешили юрлицам принимать наличную валюту от нерезидентов. Правда, западные страны на это все равно не пойдут, диктатору останется его любимая незаконная торговля с Африкой и разными террористами. Проблема небольшая есть с переводом денег, денежных средств. Бандиты, понимаете? Товар взяли, а они готовы заплатить. Но банки некоторые блокируют эти переводы и оплату. Решим мы эту проблему. Знаете, в чемоданах деньги будем возить, контролировать, но оплату будем производить. Для коррупции и кумовства в Беларуси созданы идеальные условия. Не нужно быть талантливым предпринимателем и пытаться создать что-то полезное для страны. Таких, как раз-таки, наоборот, давят в зародыша. Нужно лишь быть послушной серой массы и пару раз пересечься с диктатором, пообещав ему свою лояльность. И все, перед тобой открывается сытая государственная кормушка, из которой ты можешь не только нажираться до отвала, но и подпускать к ней друзей и близких. Колхозный феодализм во всей красе. Это смешанная система феодализма такого, значит, где, ну вот, Лукашенко действительно, как в этом феодальном королевстве, значит, раздает эти кормления, вот, и где большинство людей просто рассматривается как кормовая база без прав. И, получается, наиболее прогрессивные слои населения, которые двигают экономику вперед и, собственно, распространяют богатство на всю страну. Они рано или поздно, значит, давятся или выдавливаются или уничтожаются, как вот мы видим, понемножку уже начинает происходить с IT-сектором в том числе. Поэтому, да, это действительно государство контролируется при помощи криминальных методов, в принципе, как это делали и большевики, как это все время делалось при феодализме. И они при помощи этих криминальных методов, да, пытаются максимально сопротивляться любым прогрессивным движениям, потому что это будет означать, кроме потери власти, еще потери многих десятков, сотни миллионов долларов ежегодного дохода для очень многих из них. Наглость алчной семейки Лукашенко дошла до такой степени, что они, купаясь в деньгах и роскоши, не стесняются наживаться на обездоленных людях самым циничным и бессовестным образом. Даже в условиях санкций и закрытых окон возможностей диктатор умудряется найти способы додоить то, что осталось. Причем здесь нет никаких офшоров и контрабандных схем. Все намного проще и оттого ужаснее. Недавно Беларусь склыхнула так называемое «отдело врачей». Аналогии с самыми худшими традициями сталинских времен здесь как раз-таки очень уместны. Если быть кратким, диктатор организовал наезд на частные клиники и медцентры, самые известные из которых Ладе и Нардин. Это стало одним из самых наглых способов обогащения на простых белорусах. Весной этого года по всей Беларуси задержали десятки травматологов-ортопедов за якобы получение взятки в особо крупном размере. Взятку, по мнению властей, врачи получили от зарубежных компаний за установку импортных портезов. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома. Чтобы установить импортный протез, врач делает заявку, после чего больница заказывает его у поставщиков. На конец марта в Беларуси функционировало три крупных поставщика. Как врачи могли заработать 350-600 тысяч евро на взятках, о которых говорил Лукашенко, непонятно. Заказ идет через больницу, а не через врача. Все официально и на все есть документы. Но суть сыр-бора оказалась проста. После задержания ортопедов и ограничения конкуренции на рынке поставщиков, устанавливать импортные протезы запретили во всех клиниках, кроме одной Мерси. И какое удивительное совпадение. Белорусский расследовательский центр выяснил, что медцентром владеют люди, приближенные к Лукашенко. А операции по протезированию суставов здесь стоят от 6 до 8 тысяч долларов. В то время как раньше в государственных больницах их можно было сделать за 3-4 тысяч. Другие уладальные клиники Мерси Людмила Няронская. Дома и доли у компаниях Трансэкспедиция, Захад Трансэкспедиция, Грузовая служба, Грузовая служба Захад, Газоэнерджихим и сыровинные ресурсы Бел. И она так само была совладальницей другой белорусской криптобиржи iExchange. Если бы дело было действительно во взятках, а все преступники пойманы и сурово наказаны, то мы бы вам об этом не рассказывали. Буквально сразу после ареста врачей в государственные больницы поступил приказ. Теперь импортные эндопротезы можно закупать только у государственной биомедтехники. Причем белорусские протезы в среднем служат 5-8 лет, тогда как европейские или американские 20-30. Люди готовы ждать и годами собирали деньги, чтобы установить иностранный протез, поскольку речь идет о возможности жить полноценной жизнью. Не гнушались лукашисты и требовать классические выкупы. Даже с врачами. Некоторые заплатили более 100 тысяч долларов, чтобы выйти на свободу. Итак, итог для тех, кто вдруг не понял. Теперь во всей Беларуси осталась лишь одна клиника, которая устанавливает импортные протезы, купленные у единственного продавца, и она завышает цены в два раза. Лукашисты быстро сообразили, что если в операции есть нужда, а отечественные протезы не пользуются спросом, то можно быстренько подмять рынок закупок под себя и неплохо так заработать. Еще один простой пример, иллюстрирующий отношение Лукашенко к белорусам и их здоровью, это обработка сельскохозяйственных земель, зараженных радиацией после Чернобыльской катастрофы. Несколько лет назад диктатор подписал указ, лишивший километровой охранной зоны Полесский радиационно-экологический заповедник. Охотиться и пахать было разрешено совсем рядом с границей зоны отчуждения. О причинах и последствиях такого решения после всего вышесказанного, думаю, говорить излишне. Первый город там чистая зона. Такая радиация. Такая радиация, как мужики здесь говорят. Если хочешь быть настоящим мужиком, то надо поехать в радиоактивную зону. Но малограмотному фюреру все ни по чем. Ему даже пришла в голову идея создать холдинги в районах пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. И свои безумные идеи диктатор не устает повторять на подсознательном уровне, понимая, что это ненормально. Нельзя бросать эти земли. Но ты пойми, мы уйдем с тобой, никто здесь делать ничего не будет. Никакие Тихановские, никакие лохушки и прочее. Вот я лечу и думаю, ну вот они там сидят, что они тут бы делали? Тут же море проблем, и этими проблемами надо жить. Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно. Люди в этом убедились. Люди едут сюда. И об еще одной схеме, связанной со вседозволенностью и отсутствием тормозов. Осенью и зимой прошлого года мы и СМИ сообщали о том, что купить банальные дрова в Беларуси теперь стало намного сложнее. Некоторым приходилось становиться в очередь аж за полтора месяца. Как такое возможно в стране, территория которой покрыта на 40% лесами? Тайна, не покрытая мраком. С лета прошлого года нам массово начали присылать фото и видеоматериалы вырубки леса из разных районов страны. Интересно, что именно в тех местах, в которых всплыла информация о массовой вырубке, начали вводить запреты и ограничения на посещение лесного массива. Вырубка леса в Беларуси резко увеличилась на протяжении последних лет. За 5 лет с 18 до 25 миллионов кубов. Последняя редакция лесного кодекса не только увеличила площадь эксплуатационных лесов с 50 до 70%, но также сократила категории лесов, где вырубки были ограничены либо запрещены на 20%. Экологические организации, которые кричали об опасности таких действий, режим просто ликвидировал. Но подождите, как же так получилось, что людям дров не хватает? Белорусы вдруг забеспокоились в преддверии зимы, что может возникнуть нехватка дров. С чем это может быть связано и откуда вообще такие разговоры? Потребление дров в этом году населения в сравнении с прошлым годом оно выросло на 25-30%. Само потребление. Мы можем это связывать, общаясь с теми же людьми, что есть некое понимание того, что прошлая зима была более суровей, чем обычно. Что только не выдумывали лукашисты, чтобы в промышленных масштабах вывозить из стройный лес. И массовое нашествие караеда, и вывоз чистого кругляка называли экспортом филоматериалов. То, насколько все мутно было в лесной сфере, говорит задержание министра лесного хозяйства. Версии 2. Или начал мутить уж слишком серьезные схемы без уведомления Лукашенко. Или просто продавал гораздо меньше, чем надо было. Но подождите, вы поговариваете то, что вы все равно продаете составами целыми вывозить эту круглую, необработанную древесину. Пока у меня голова, но я лично, на моих плечах. Несколько лет назад мне президент сказал, если хоть один куб древесины в круглом виде выйдет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины со страны не вывозится. Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска это полуфабрикат, и его тоже не нужно вывозить. Это не первое и, видимо, не последнее скандальное увольнение лесного министра. Его предшественник Михаил Амельянович в 4 года назад также был снят с должности за якобы недостаточные меры по борьбе с коррупцией. Тот просто не поделился. ГоссМИ сообщали о том, что раскрыта преступная схема экспорта древесины по делу о взятках. Были осуждены 15 человек. Кто же греет руки на белорусском народном богатстве? Только официально десятая часть лесного фонда страны принадлежит управделами президента. Сколько можно заработать на деревьях? Вот статистика. Если в 2015 году заработали 700 миллионов, то в прошлом аж 2,5 миллиарда долларов. Аппетит везде растет во время еды. И это только то, что проходит официально и по документам. Самое досадное это то, что белорусская продукция даже после последних невыборов шла преимущественно во враждебную Европу. Самый известный пример – компания IKEA, которая более 20 лет успешно работала с белорусскими производителями. И хоть самих магазинов в стране не было, бизнес-партнеры IKEA успели вложиться в белорусскую, а точнее лукашистскую экономику на сотни миллионов евро. Пытки, аресты, избиения мирных протестующих их не остановили. Только лишь когда стало совсем поздно и развязанная Лукашенко и Путиным агрессия против Украины дала о себе знать, импорт древесины из Беларуси наконец прекратили. Ну и напоследок для полной картины. Недавно более 100 стран, в том числе даже РФ, подписали декларацию, в которой обязуются остановить вырубку лесов к 2030-му. Беларусь декларацию не подписала, заявив, что лес растет быстрее, чем вырубается. К счастью, в марте лесную лавочку Лукашенко прикрыли. ЕС полностью запретил импорт в Европу белорусской продукции и деревообработки. Правда, диктатор все еще не теряет надежды найти новых покупателей. Древесина это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас не вводили, древесины в мире недостаточно. Немытьем, так катанием ее будут приезжать просить покупать. И Европейский Союз, и Южное наше государство, и соседи, но это отдельный вопрос. Интересно, что Лукашенко умудряется нажиться даже тогда, когда хочет просто подгадить соседям. В прошлом году в Минск прилетели люди, близкие к правительству Ирака, и предложили властям Синёка и рабочую схему по переброске мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу через Беларусь. Островок стабильности в этой схеме должен был стать перевалочной базой для нелегалов, собравшихся искать лучшие жизни в Старом Свете. Выгода от предложения была максимальная. Близкие к Лукашенко Чинуши получали хороший барыш, а Синепалы получал удобную возможность отомстить соседям за санкции и создать провокацию невиданных масштабов. И это при том, что в рамках программы «Восточное партнерство» Беларусь годами получала от ЕС помощь для укрепления границы. Речь о десятках миллионов евро. На неолегалах наживались десятки белорусских фирм, некоторые из которых вообще никогда не работали на рынке и были созданы прикорытниками исключительно под мигрантов. Одной из таких фирм, организовывающих всё это дело, стала государственная туристическая компания «Центр Курорт». Она входит в структуру управления делами пересидента. Дальше уже можно, в принципе, не продолжать, но поменим ещё одних наглецов. В начале прошлого года «Центр Курорт» заключил договор о сотрудничестве с белорусской туркомпанией «Оскар Тур», чтобы ответственность несла имена она. Вскоре «Оскар Тур» намутил контакты с авиакомпанией «Флай Багдад» и уже через несколько недель иракский перевозчик запустил регулярные рейсы в Беларусь. С мая 2021 года число регулярных рейсов из Ирака в Беларусь стало резко расти. Путешествие в ЕС обходилось для одного бедного мигранта на сумму около 12-15 тысяч евро. Это виза, перелёт в Минск и деньги для проводников-контрабандистов за переправку наземным транспортом в Европу. В Беларуси нелегалов не просто не ловили, но и заселяли в отели и сопровождали. Однако в итоге диктатор опять просчитался по всем фронтам. Он навлёк на Беларусь ещё большие санкции. На западной политике журналисты обвинили Лукашенко ещё и в торговле людьми и преступлениях против человечности. Да и электорат стал задумываться, если в Беларуси всё так хорошо, чисто, уютно, вообще чарко-шкварочный рай на земле, то почему мигранты не остаются здесь, а готовы рисковать своей жизнью, лишь бы оказаться по ту сторону границы, в той самой загнивающей Европе, которую зомбоящик изображает адской бездной. Схему в итоге свернули, мигрантов выслали домой, а лукашистам так и не удалось взять на понт Польшу или Двум и прорвать границы Евросоюза. Единственное, что у них получилось, это хоть денег на страданиях людей заработали. Но сколько замёрзших, утонувших и умерших от голода мигрантов навсегда остались в белорусских лесах, до сих пор точно неизвестно. Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Умело прикидывающийся дурачком и народным президентом бандит так и остался в душе председателем убыточного колхоза, который он превратил всю страну. Страну с одними из умнейших людей в мире вогнали в топы по уровню алкоголизма, самоубийств, бедности, эмиграции и несвободы. Лучшие просто уезжают, а огромный потенциал, достаточно вспомнить хотя бы белорусскую IT-сферу, просто теряется. И неудивительно, ведь Лукашенко крадёт у людей вообще всё. Деньги, бизнес, инициативу, выборы, свободу и самое главное – будущее. То, что создал Лукашенко, наиболее точно можно описать словом «колхозная диктатура». Он пытается строить из себя альфа-самца, выстраивает вертикаль власти, но делает это методами начальника колхоза, где работает только хамство, унижение, шантаж. Он же также относится даже к самым близким подчинённым, даже тем, которые носят его на руках, которые лелеют его и сдувают пылинки, он также по-хамски относится и к ним. Он не способен построить ничего конструктивного, ничего стоящего. Он всё, что делал последние 20-30 лет, он разрушал чужую инициативу, которая как травинка или цветок пробивалась сквозь свальт. Подмяк под себя всё, что только можно было. От предприятий до природных богатств Лукашенко пытается выжать из страны последние соки. А с удовольствием помогают ему в этом люди, связанные с близким окружением или семьёй диктатора. Сын Дима спокойненько контролирует казино, обязательное для госучреждений лотереи и свой кусок спорта. А под Витей ходят все кошельки. Роль старшего сына – крышевать, собирать дань и отвечать за безопасность отца. Правда, в этом есть и плюс. Как только дети, жёны и любовницы начинаются заниматься бизнесом, жди беды. Главной причиной событий в Украине явилось ужасающее положение в экономике, коррупция, которая привела к развалу власти. Ну, представьте, мои дети, не дай бог, в Беларуси начали заниматься бизнесом и отбирать бизнес у других. Имея власть, имея такое влияние, чё там, можно и не 20% забрать у вас, не 50%, а всех 80%. Если бы у меня, в моей стране, я узнал, что это так, вот повязана вся страна, я сошёл бы с ума за один вечер. Отдельно стоят так называемые друзья диктатора. Сюда запишем Гуцериева с его щедрыми подарками в обмен на щедрые условия Бакиева и сербских братьев Кари-Чеймцы, их очень выгодными стройками. Раньше в друзьях у Лукашенко значились Милошевич, Каддафи, Хусейн и Угачавис, но в итоге у них что-то не сложилось. Остался только Путин, да и Туа, таких друзей за хоботы в музее. Мы вам об этом уже рассказывали. В последнее время начинают намекать, что надо якобы поехать в Кремль на колени. Может кто-то и встанет там на колени, но я туда на колени не поеду вставать. Сегодня Беларусь – одна из самых коррумпированных стран Европы. Ищет объединение по борьбе с коррупцией Грека. Специалисты подчёркивают, что белорусская система воровства и взяточничества построена очень хитро. Основные дела мутятся не на бытовом кабинетном уровне, а на самых верхах. Сперва мы начали усиленно копать, искать документы, сверять накладные, получать доступ к реестрам и базам данных, консультироваться у журналистов-расследователей, сопоставлять факты и обзванивать главных действующих лиц. Но вдруг в один момент осенило. Насколько же все эти схемы одинаковые, банальные и неинтересные? Нет, они, конечно же, бесстыжие и наглые, но какие-то обычные. Классические скучные офшоры, фирмы-прокладки, записанные на сыновей и невесток, гуляющие из рук в руки активы. Скажу откровенно, в какой-то момент стало просто противно копаться во всем этом колхозном дерьме. Экономика не бывает интересной. Только та часть, где выплата зарплаты, дивидендов, коврыжек каких-то, там интересно. Это тоже в экономике. И здесь отдельный респект нашим белорусским расследователям, которые варятся во всех этих схемах ежедневно. Особенно благодарим Белорусский расследовательский центр Стаса Ивашкевича и Альянса расследователей Беларуси за консультации и помощь в подготовке этого фильма. И киберпартизан, конечно, благодаря взломанным и слитым базам, то, о чем многие раньше просто подозревали, теперь стало неоспоримым фактом и достоянием общественности. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим всем айфонам? Покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут эти, как они, эти телефоны кнопочные. А мы... Хорошо. Если предложить Лукашенко выбор между деньгами и властью, то он предпочтет не выбирать ничего. Поскольку и то, и то алчный упырь обожает одинаково. Государство для народа действует исключительно в интересах узкой группы лиц прикорыбного клана, приближенных к власти бизнесменов, главная цель которых наворовать как можно больше, а дальше пусть хоть трава не растет. Поделено все самое прибыльное. Нефтепродукты, лес, строительство, транзит, табачка и контрабанда. Оружие и калийка. А гешефт от того, что в руках, позже в карманах. Главное присягнуть на верность клану Синепалова. В то же время все народные предприятия Беларуси, приносившие некогда огромные прибыли, содержавшие инфраструктуры для жизни работавших там трудолюбивых людей, целенаправленно закредитовали, разорили и отняли у народа. Изображавший выходца из народа, выжил из ума и начал выживать из Беларуси все белорусское. Время с диктатором это время упущенных возможностей. И постоянного унижения нашей прекрасной страны с богатой историей и огромным потенциалом. Но, к счастью, у нее есть будущее. В отличие от уходящего в закат, хоть и с набитыми доверху карманами, но в итоге все же ни с чем диктатором. Вот такой вот он позорный финал Лукашенко. По сути, мы наблюдаем один из редчайших примеров в Европе, когда в руках у мафии оказалось целое государство, в котором все законы направлены исключительно на обслуживание бандитов. Обидно, что народу не достается даже полпроцента наворованного. Наоборот, поборами и налогами у людей забирают почти половину и без того небольшой зарплаты. А ведь за один только грузовик с контрабандными сигаретами можно было бы построить целую школу. Но нет, это невыгодно. Ситуация в стране доведена до того, что фермерам выгоднее просто выбрасывать капусту, нежели продавать ее государству. Мы ее сажаем в марте месяц, в топе, туда браем, а потом она оказывается никому не нужна. И не надо больше этих мемов с картошкой. В Беларуси она стоит в три раза дороже, чем у соседей. А это только одни из самых показательных примеров. Уж слишком много времени уйдет на то, чтобы перечислить все прелести государстве нетрадиционной социальной ориентации. Нищета, рабские отработки после якобы бесплатного образования, общежития больше похожие на сараи, разнарядки, принудиловки и при этом постоянный холод на рабочих местах зимой. А также тысяча других проблем, о которых в цивилизованных странах уже давным-давно забыли. И здесь не будет подтверждающей вставки. Пусть лучше белорусы сами напишут в комментариях о реалях жизни в Беларуси. Без купюр. Пусть люди из других стран поймут, что у нас происходит. Нам бы побольше денег. И единственный недостаток – это недостаток денежных средств. Вот было бы больше денег. А еще обидно, когда белорусы просили европейские и другие страны хотя бы остановить подпитку кровавого диктатора. В ответ была лишь тишина или едва слышное заявление о реал-политик. В прагматичных и рациональных интересах. Нужен был белорусский лес, удобрения, нефтепродукты, транзит по дешевке. Были гораздо ценнее интересов простых белорусов. К чему это привело, все мы прекрасно знаем. И торговля с ЕС все еще частично продолжается. Даже несмотря на войну. Тысячи политзаключенных и санкций. Контракт нужно завершить. Неужели прав был самый одиозный белорусский пропагандист? Но, к счастью, Лукашенко и его пособникам потихоньку перекрывают денежные потоки, вводя удушающие санкции. В перспективе их не только не собираются снимать, но и будут увеличивать в связи с ролью хунты в нападении на Украину. А терпение народа уже на исходе. Людей достала эта колхозная наглость. И терпение не вечно, а если долго не давать выпускать пар, взрыв будет очень сильным. И Лукашенко это понимает. Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента это будут раскачивать ситуацию. Ну вот мы где-то проявили слабость. Я побоялся того, что ну вот право у народа отберем. Сегодня я чувствую, что мы зря не шли вот от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. Закономерные итоги Лукашинского правления в Беларуси развалины и полная нищета. Отсутствие перспектив и огромные долги, которые придется отдавать в том числе нашим внукам. Но самое страшное не это. Самое страшное то, что сейчас происходит в стране, отчасти некоторым кажется нормой. Хотя в цивилизованных странах это невозможно себе представить. Но всему, в том числе и терпению, рано или поздно приходит конец. Ах да, чуть не забыли. Сегодня же у Лукашенко день рождения. Ну, точнее, вчера или все же. В общем, там непонятно. Он его постоянно менял, чтобы совпало с датой рождения Коленьки, младшего сына. Но это тема отдельного ролика про психическое здоровье пациента. Подписывайтесь. А сегодня, выходит, мы ему такой небольшой подарочек преподнесли. Но не суть. В общем, напоследок важное пожелание. Не для него, а для нас. Для всех Беларусов. У Лукашенко не один день рождения. И я сейчас не о том фокусе, который он сделал несколько лет назад, переписав дату официальную своего рождения. Я говорю сейчас о июле 1994 года, когда он стал президентом. Человек, которого отбрасывала советская, даже советская система. Она его отбрасывала. Она не давала ему подняться выше какого-то политрука, выше директора совхоза. Вдруг он получил шанс возглавить целое государство. Также день рождения был для него в ноябре 96-го, когда все висело на волоске. Его власть висела на волоске. Его соратники отключали телефоны, убегали, перебегали открыто. Встречались с представителями оппозиции. Но Россия помогла ему. Ельцин с Черномырдиными другими деятелями протянули ему в очередной раз руку. Конституционный суд Республики Беларусь 22 ноября 96-го года прекращает производство по делу об убедительных президентах. Точно так же Лукашенко мог бы отмечать день рождения 11 сентября 2001 года, когда случились теракты в Нью-Йорке, и когда весь мир, который уже очень серьезно взял диктатора белорусского за жабры, забыл о нем просто-напросто. Вдруг приоритеты стали другими. Также день рождения Александр Григорьевич может отмечать после 16 августа 2020 года, когда полмиллиона белорусов в Минске, возможно, миллион белорусов во всей стране вышли на улицы под нашими национальными флагами и просто пошли домой после этого, позволив ему дальше править. 23 августа 2020 года у него тоже был день рождения, когда он поднялся в вертолете. Я был там, был на этой площади, был все эти недели там, в Минске. Я убежден, что его вертолет поднялся не обозреть Минск, как они потом это представили. Он улетал, если не в Ростов, то он улетал в Шклов, куда-то подальше от революционного протестного Минска. Он испугался. Тогда даже в воздухе, я вам честно говорю, и те, кто были рядом, не дадут солгать. Запахло дерьмом. Он так обделался, что даже вот символично запахло в воздухе дерьмом, когда его вертолет полетел над нами. Что мы сделали? Вместо того, чтобы обойти слева вот этих вот ребят 18-19 годовых, которые, может быть, раступились бы сами, если бы мы пошли. Мы спели три черепахи и пошли по дому. Кукашенко увидел, что все уходят домой. И вернулся. Мне кажется, тогда ОМОН смеялся над ним. Тогда, кроме Наташи и младшего, несовершеннолетнего, неразумного сыночка, рядом не было никого. ОМОН смеялся. Пересмотрите эти кадры, когда он с сыночком выходит перед ОМОНом. Как они ржут. Как они смеются, насмехаются над этой семьей. Никого вокруг Лукашенко не было. Все его соратники попрятались. Что мы сделали? Пошли домой. Еще один день рождения ждет Лукашенко. Когда режим Путина начнет падать. Когда все это из-за войны, из-за санкций начнет расползаться, рушиться в России, усатый диктатор попытается опять выскользнуть. Он первый принесет пальмовую ветвь. Он представит себя самым главным миролюбцем. Покажет нам 50 карт, которые он продал НАТО за эти месяцы или годы. И вы удивитесь, сколько рук будет протянуто ему. И так называемые оппозиционеры, и западные, и соседних стран политики попытаются протянуть ему Року и помогут ему ускользнуть. Я хочу спросить у тех сотен тысяч белорусов, которые в августе 2020 года вышли и увидели, что мы народ. Мы позволим ему еще раз родиться, выскользнуть. Так, как сделал это Франко, так, как сделал это Салазар и многие другие диктаторы. Они выкрутились. Они сумели, посчитайте историю, не сумели дожить и умереть в своей постели. Договориться. Мы позволим этому садисту, убийце, патологическому вруну получить еще один шанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова